Включить звук, сделать то же самое, что и я. Здравствуйте еще раз все, кто пришел, несмотря на ураганы, бури и прочее. У нас сегодня последний в этом учебном году, хотя у нас не учебный, здесь взрослые люди сидят, но я меряю годы учебными, то есть у меня года с сентября по маю, у нас последняя в этом году беседа. И я решил его посвятить тому, что давно обещал, скрытые шифры 2016 года. Причем, если раньше я фиксировал только события в мире, то с этого года мы решили, поскольку у нас в стране жизнь тоже интересная становится и становится все интереснее, мы решили с этого года делать еще и аналитику по важнейшим событиям России. Вот, и сегодня как раз я начну, у нас два блока сегодня, Россия и мир, я начну с Россией. Значит, я хочу предупредить, что сегодня будет, ну, минимум комментариев, хотя какие-то комментарии аналитические будут, но я хотел бы, вот сказать, пойти здесь вот в каком пути. Я зафиксировал целый ряд событий, которые отчасти попали в створ прессы, но очень многие из них есть только в интернете. И как бы вот об этом говорится очень мало. Поэтому я решил анализировать их уже в сентябре. А мне что хотелось бы? Вот мы сейчас зафиксируем некие скриптаты, некие события. Вот, мне хотелось бы, чтобы вы летом посмотрели в интернете, пошарили по поводу этих событий, поскольку там есть масса интересных, интересных вещей. Поэтому я здесь, ну, если здесь просто пойдем по летам и событиям, а вот по осени попробуем на это посмотреть, как это складывается вместе. Там вкладываются очень интересные вещи. Значит, у нас начинаются российские события 2016 года. Вот, да, в прошлом году мы закончили апреля, то есть готовили до апреля. Поэтому начинаем не с января, а с апреля. Значит, 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-разследователей есть такой, директор Райл опубликовал 11,5 миллионов документов с данными об офшорных счетах бывших и действующих политиков, звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Все они оказались клиентами компании «Мосаконсека», и называется это, в рост назывался «Панамские бумаги», «Панама Пейферс». Неизвестный источник передал документы эти «Взюддойче Сайтунг», и в журналистском расследовании, вот в этом, которое я подготовил «Панамские бумаги», участвовало 380 журналистов, и документы они анализировали, а что на 25 языках. Главный удар публикации – это по Великобритании, потому что там получается, что возможный объем конфискации после всех этих фокусов достигает уровня 2,5 триллионов долгов. Сразу же после начала «Панамагета» ушел в отставку премьер-министр Исландии Гюн Лейдисон, потому что он там фигурировал. А что касается России, то там засветились некоторые люди из окружения Путина, плюс глава Челябинской области Дубровский и близкий друг Путина – музыкант Ралдугин. Кстати, за неделю до публикации Песков сказал, что готовится серьезный информационный вброс Поповской против Путина, но на самом деле бумаги эти – это главная мишень, там не Путин. Вообще офшорная, то, что называется офшорная аристократия всего мира. Вот странным образом, в тот же день, 3 апреля, случился пожар в здании Минобороны Российской Федерации на Знаменке, где хранился архив Департамента имущественных отношений, которым командовала гражданка Васильева. То есть в этот же день сгорел архив. И поэтому, я думаю, что уже на следующий день, 4 апреля, Путин выводит все госархивы из подчинения Министерства культуры и переподчиняет Росархив напрямую президенту. Теперь грязные следы будет значительно труднее заметать. Но грязные следы Минобороны уже ушли. Следующее событие, которое произошло в России, которое произошло, много чего там происходило каждый день, и я надеюсь, что осенью этого года мы выпустим такой сборник текущей реалии, просто, так сказать, событиями по каждой дате, по каждой дате, по 16-го года. Значит, 16-го июня в Санкт-Петербурге на здании, где до 1917 года располагалась казарма кавалергарского полка, была установлена мемориальная доска финскому маршалу Карлу Монархиму. Он как раз окончил Николаевское училище и служил в этом кавалергарском полку, участвовал в русско-японской войне, участвовал в Первой мировой войне, затем после революции оказался в Финляндии. Ну и в Финляндии он стал главнокомандующим финской армией, а во время Второй мировой войны был союзником Гитлера и руководил блокадой Ленинград. Был одним из руководителей. На церемонии открытия доски присутствовали тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов, министр культуры Мединский и экс-председатель цирк-волшебник Чуров и вице-губернатор Санкт-Петербурга Говорунов. Установка доски вызвала бурю протестов, была воспринята как плевок в лицо жителям города, особенно блокадникам, поскольку финская армия вместе с гитлеровской бумагировала город. Как только начался скандал, все, и местные власти Санкт-Петербурга, и министерства культуры, все сказали, что они не в курсе, это не мы вообще, были инициаторами. То есть концов найти не удалось, но, так или иначе, 13 октября доска была демонтирована по решению суда. Кстати, удивительным образом, вот эта доска Маннергеева, она коррелирует еще с одним фактом. Примерно в то же время, разница в несколько месяцев, в Санкт-Петербурге была защищена диссертация докторская, которая фактически реабилитировала генерала Власова. Говорится о том, что генерал Власов это лидер национально-свободительной больны на самом деле. И эта диссертация прошла в АК. Правда, потом ученый совет, который пропустил диссертацию, насколько мне известно, распустили, но вот дальше я не знаю, что происходило. 29 июня и 28 июня. Очень интересная вещь. Вот это я бы парнился в интернете. 29 июня, снято с должности, и представлено увольнение из вооруженных сил ключевые руководители Балтфлота. 36 офицеров, включая командующего, адмирала Корчука. Официальная формулировка за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажения в докладах реального состояния дела. А 28 июля, то есть через месяц, сменились сразу 4 полпреда президента, были объединены Грынский и Южный федеральный округа, заменен глава федеральной таможенной службы Бельянинов, а губернатор Севастополя Миняева стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и был отправлен в отставку посол Российской Федерации на Украине Зураков. То есть, что это означает? Это означает, что был закрыт канал связи с Порошенко. Больше с Порошенко не имеет дело, никто не будет. Зураков осуществлял вот эти функции. 2 августа появилась очень интересная реализованная статья «Чистая анкета» в газете «Ведомость». В ней дается определение качеств, необходимых для вхождения в верхние этажи власти. Эта статья фиксирует, но если, так сказать, доводить до логического конца, ее содержание, личной преданности больше недостаточно, нужна системная лояльность. То есть, что входит в системную лояльность? Отсутствие контакта с западным, с либералами. И там очень интересная формулировка. «Верный царю Отечеству – молодой антивор». Антивор – кавычку. На следующий день, 3 августа, на территории смыслов, отвечая на вопрос преподавателя Дагестанского университета, получающего 10-15 тысяч рублей в месяц, на вопрос «что делать?», пример Медведев ответил дословно «Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, тот же бизнес». Это заявление вызвало бурю протестов, и уже 4 августа на сайте www.change.org была размещена петиция с требованием отставки премьера. На 14-37 августа было сограно 235 тысяч подписей. Ну, 12 августа был освобожден от обязанностей главы президентской администрации Иванов, назначен Вареном. Внук, кстати, секретаря в Сахаковой партии Эстонии, который требовал, вот этот дед его требовал, от Горбачева вводят войск в Эстонию. Значит, 19 августа, на радость очень многим людям, Путин уволил руководителя Медоброй Ноки Ливанова и назначил на этот пост замначальника управления президента по общественному проекту Васильеву. 8 сентября, вот здесь пошли уже интересные дела. В Москве арестован исполняющий обязанности начального управления Т. антикоррупционного главка МВД полковник Захарченко. При аресте у него было изъято 120 миллионов долларов в нераспечатанных упаковках федеральной земной системы. Вот это я подчеркиваю. В нераспечатанных упаковках федеральной земной системы. И 3 миллиона евро. 9 сентября Российская Федерация направилась в Федеральную резервную систему. Официальный запрос с просьбой указать, какой российский банк заказывал конфискованный у Захарченко доллары. Для ФРС назвать банки оказалось невозможно. И два варианта есть только ответа на этот вопрос. Либо доллары завозили депочтой США в Россию, либо есть альтернативные центры миссии, которые пользуются тем же оборудованным, что и Федеральная резервная система. Потому что фальшивыми эти деньги назвать нельзя. Они отпечатаны на том же оборудовании, что у Федеральной резервной системы. Но Федеральная резервная система, говорит, это не наша. Некоторые аналитики высказали предположение в интернете, что эти деньги, чтобы сказать, планировались для финансирования госпереворота. 14 сентября с меры распространили информацию о том, что на 6 счетах в Швейцарии, в Ротшильд-банке, Дресдер-банке, открытых на членов семьи Захарченко, обнаружены еще 300 миллионов евро. Буквально через 5 дней после этого, хотя ясно, что это совпадение, поскольку такие вещи готовятся задолго, СМИ сообщили о подготовке масштабной реформы силовых и правоохранительных ведомств, создание МГБ на основе ФСБ, включением в него ФСО и СВР. По задумке реформы Следственный комитет вернется в Генпрокуратуру, а функции МЧС разделит Министерство обороны и МВД. Основная цель – тотальная антикоррупционная чистка аппарата на всех уровнях. Но как-то с тех пор об этой реформе ничего больше не слышно. 1 октября, выступая на инвестиционном форуме в Сочи, вице-премьер правительства по социальным вопросам Голодец зафиксировала 3, в общем-то, ну, если не катастрофических, то очень тяжелых момента. Значит, первое, что она зафиксировала? Устойчивый рост бедности в Российской Федерации. Миллионы бюджетников трудятся за минимальную зарплату. Она сказала буквально следующее. «К сожалению, в стране после 2014 года устойчиво растет бедность, и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего, бедность поразила людей, работающих». Это особая ситуация. Конец цитаты. По данным Росстата, в 2015 году число бедных выросло на 3,1 миллиона и достигло 19,2 миллиона. А в начале 2016 года ситуация еще более улучшилась. То есть, в гермаре-марте бедных стало 22,7 миллиона. То есть, каждый седьмой или каждый шестой. Голодец сомневался, что причина проста. Зарплата существенно понижена относительно реальной цены труда. То есть, реальная цена труда намного выше, чем зарплата. Дальше она сказала. «Сегодня на российском рынке почти 5 миллионов человек, точнее, 4 миллиона 800 тысяч, это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда. МРО ниже проживочного минимума, привести их в состояние мешая, как она выразилась, мне очень понравилась формулировка, сложности в переговорном процессе и в бюджетных конфигурациях». Сложности в переговорном процессе это значит, что есть силы, которые заинтересованы в торможении этого процесса. Второй момент, который отметила Голодец, это непонимание важности обеспечения высоких зарплат во всех отраслях РФ и достойной пенсии сдерживают развитие экономики страны. И третье, она отметила успехи РФ в улучшении показателей рождаемости и продолжительности жизни. Но это пусть уже останется на ее совести. 3 октября Российская Федерация А вот что за скрип? Если это эскеридор, то лучше закрыть двери. 3 октября Российская Федерация приостановила действие соглашения США об утилизации избыточного оружейного пултурния. А вечером 3 октября США заявили о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией по усилию и о свертывании всех каналов взаимодействия за исключением военных во избежание конфликта в воздушном пространстве международных СССР США и Российской Федерации. То есть Российская Федерация заявила о свертывании. Что еще? Очень интересная вещь. Я ее пропустил. У меня обратили внимание коллеги на нее. 10 октября в Госдуму был внесен проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации касающийся статей 49, 50 и 53 ст. 1 УК РФ. Речь идет по поправкам касательно выполнения осужденных обязательных исправительных принудительных работ. Суроводительные записки указываются, что в законопроекте устанавливается возможность привлечения к труду осужденных к принудительным работам на объектах предприятий любых организационно-правовых форм, расположенных в непределах исправительного центра. По сути, речь идет о создании новых правовых основ принудительного труда осужденных на бесплатных общественно-полезных работах. Обычно такие вещи делаются в канун либо модернизационных рывков, либо в предвоенной обстановке. 14 октября. Интернет-ресурс взгляд.ру как подтверждают, который связан тесно с Кремлем, опубликовал статью «Средний класс сократился и присмирял». Вот эта статья, я всем рекомендую ее посмотреть. Она очень интересная. Статья посвящена публикации так называемого потребительского индекса Иванова. Иванов – это среднестатистический гражданин. Это обзор потребительской верности граждан, которые регулярно проводятся аналитиками Сбербанка. Согласно обзору, сначала экономического спада в третьем квартале 2014 года и по сентябрь 2016 года доля граждан Российской Федерации, идентифицирующих себя как средний класс, сократилась на 14 миллионов человек. С 61% до 51%. Но мне не верится, что у нас в стране 51% – это средний слой. Средний слой более точный терм, я чуть позже объясню. Значит, эти данные согласуются с результатами исследования института социологии РАН и данными правительства Российской Федерации. Росстат зафиксировал за первые 8 месяцев 2016 года снижение реакции доходов граждан на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Интересен следующий постаж публикации по новому по поводу среднего класса, и он, безусловно, отражает отношения правящих групп Российской Федерации и к среднему классу, и к самому факту сокращения. Цитирую. Претензии и требования этой части общества надуманы, капризны и не отражают правильных запросов общества. Илиты никогда не собираются удовлетворять их всерьез. Я вспоминаю, как в начале 90-х годов у нас все время говорили, что у нас возникнет средний класс, ради этого вообще все затевается, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, почему я стараюсь не пользоваться термином средний класс? Дело в том, что класс определяется источником дохода. Скажем, источник дохода рабочим – это зарплата. Источник дохода землевладельца – рента. Источник дохода капиталиста – премьер. Источник дохода лица свободных профессий – гонорар. Дело в том, что к тому группе, который называется средним классом, относятся люди из всех этих четырех групп. Поэтому это не класс, а слой, поскольку он измеряется не источником дохода, а не качественным доходом, а количественным доходом. Поэтому, точнее говорить, средний слой. 15 октября. Четырехдневный визит в Великобританию патриарха Кирилла. Формальный повод празднования 300-летия, в присутствии православной церкви на Абританских островах. До Кирилла представители РПЦ лишь дважды посещали Великобританию. Алексей I в 64-м году и Алексей II в 91-м. Но ни один из них не встречался с королевой. Значит, Кирилл посетил ряд лондонских приходов, провел богослужение в Успенском, осветил от реставрая в Успенский собор и 16 октября провел там богослужение, на котором присутствует военный брат королевы принц Майкл Кенский, архиепископ Кентерберийский Уэлби и представитель святого престола в Англии Менни. А 18 октября в Букингемском дворце патриарха Кирилла приняла Елизавета, которая является главой англиканской церкви. И вот дальше она произнесла странную фразу. Я сначала, когда прочел ее, я не очень поверил, что это полезно интернет проверил. Да, не фейк. Я сначала думал, что это фейк. Загадал она буквально следующее. Сейчас нужно сделать необходимое приготовление, попрощаться со своими ближними, так как невозможно предположить, кто будет жить, а кто умрет. Многие умрут в эти последние дни. Моя возглавная страна собирается войти в самый мрачный период истории, в ближайшие месяцы, так как на Востоке начнется жестокая и апокалиптическая война. Я беспокоен ужасными последствиями, с которыми мы должны столкнуться. Военные барабаны будут все сильнее. Повторяю, я не поленился, полез, посмотрел. Да, все действительно было. 17 октября в Новоагавелло Путин провел совещание по вопросам финансового обеспечения фундаментальных научных исследований. Были определены важнейшие добавления научно-исследовательских и опытных конструкторов с собой. Необы. И вот это очень интересная вещь. Как вы думаете, что на первом месте? А может кто-то помнит? Вы говорите? Нет. Генетические исследования. И это правильно совершенно. Генетические исследования. Второе. Информационные технологии, то есть квантовое учреждение и обработка больших массивов данных, то есть то, что называется big data. И третье. Природоподобные технологии. Энергосбережение, хранение и передача технологий. Как отмечают серьезные аналитики, все три направления концентрируются вокруг технологии управления эволюцией. Ну, например, запускаем мы ген, которые косит половину населения Земли. Вот это и есть управление эволюцией. А другая часть планеты в это время получает антидот против этого заболевания. Современная организация науки, академическая и ведомственная, ну, плюс грантовская наука. Ну, грантовская наука – это вообще просто кошмар. Это наука по законам рынка. Они продемонстрировали, что вот на забросы реальные, которые стоят перед обществом, все три формы организации науки неадекватны, неорганизационны, не понятийны. И, собственно, совещание по финансированию – это попытка нащупать новые формы, особенно на фоне деградации Российской Академии Наук. Дальше пошли очень интересные вещи, буквально которые произошли в четыре дня, с 18 по 21 октября. И, так сказать, я считаю, что по плотности, по насыщенности событий с ними можно сравнить только то, что произошло с 11 по 15 ноября. То есть, что же у нас произошло между 18 и 21 октября? 18 октября президент на совещании по вопросам экономики заявил, что Российская Федерация постепенно приобретает стагнацию. То есть, такой умеренно оптимистический, осторожный, оптимистический взгляд. Однако, 19 и 21 октября отряды структур, прилетел такой ответ, который опровергает осторожный оптимизм. Причем сделано было в три года, буквально. 19 октября одна структура, 20-я другая, 21-я третья. 19 октября информагентство Bloomberg со ссылкой на Центральный банк выдают следующую информацию. ЦБ полагает, что его способность управлять инфляцией подвергается риску. То есть, возможна утрата контроля над инфляцией. Причина – падение оборотов в рознице торговли РПФ, исчезновение среднего класса и растущее материальное неравенство в стране. Сокращение розницы на октябрь 2016 года длилось уже 21 месяц, а доходы жителей снижались на 7% в год. То есть, 19 октября попах, первый информационный зал. Следующий день – еще один зал. Министерство экономического развития выхода из товарища Куликаева направило в Минфин долгосрочный, до 2035 года, прогноз социально-экономического развития страны. Весьма не утешительный. Они, как вы говорят, говорите хорошие прогнозы у нас развития экономики. Давайте посмотрим. Значит, Министерство экономического развития 20 октября представил такой прогноз. В ближайшие 20 лет экономика Российской Федерации будет расти в среднем на 2% в год. От между 1,7% и 2,6%. Это в полтора раза меньше среднемировых темпов. То есть, это означает, что Россия смещается к бедному краю экономического спектра. Реальные доходы населения, согласно вот этому докладу, будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году. А в 2035 году уровень 2012 года будет выше чуть менее, чем на 30%. То есть, что это, как бы, на сути дела Министерство экономического развития было. То, что сказал президент, несостоятельно. Вот наша цель. И, наконец, 21 октября еще один зал. Фонд независимого мониторинга здоровья опубликовал крайне неутешительный доклад о состоянии здравоохранения, в котором оно оказалось из-за так называемых реформ в этой области. В 2015 году, например, согласно этому докладу, в Российской Федерации скончалось на 24 тысячи больше госпитализированных людей, чем в 2014 году. Основная причина позднее попадание в больницу из-за нехватки кой-то мест. А это связано с уменьшением числа больниц в результате реформы. Отвлекаясь от доклада, необходимо отметить, что за период с 2000 по 2015 год количество больниц сократилось в два раза. С 10,7 тысяч до 5,4 тысяч. При оптимизации какими темпами, считают специалисты, к 2020 году в РФ останется 3,5 тысячи больниц, как в Царской России. Количество поликлей уменьшилось на 12,7%. Результат – рост нагрузки на врача и снижение качества его работы естественного. Вернемся к докладу Фонда здоровья. Значит, при общем росте в 2015 году смертности в больницах количество госпитализированных сократилось на 817 тысяч человек, потому что нет койко мест. И в ходе реформы в 2014-2015 в комочках, естественно, сокращено более 100 тысяч коек преимущественно специализированных и районов в больницах. Показатель внутрибольничной летальности 1,59%. О чем это говорит? Это говорит о том, что 70-80% населения имеют весьма призрачные шансы на качественное медицинское обслуживание и на высокопродолжительность жизни. Доклад таким образом прямо указывает на угрозу вымирания части населения как результат реформы в области здравоохранения, которая превращается в здравоохранение. Если учесть, что к катастрофическим результатам привела еще реформа образования, которая ведет к падению уровня образования прежде всего низов и верхов, есть частная школа в Российской Федерации и за границ, а также западные университеты, то вырисовывается довольно жуткая картина. Одновременно нарушится здоровье физическое, психическое и интеллект. То есть это классические условия для возникновения или запуска извне психической эпидемии. Мы это видим сейчас на Украине. И проблема так заключается в том, что деградация низов, помимо создания неуправленной ситуации, рано или поздно бумерангом возвращается к верхам. Римская история, Римская империя это показала очень хорошо. Вопрос. В чем причина такой смелости наших русоватых обычных чиновников, которые теперь сидят тише воды ниже травы, которые вдруг 18-го, 19-го, 20-го сразу экономика, финансы, здравоохранение выдают такой зал. Думаю, это причина чей. Практически значительная часть нашей элитки радостно ждали победы Клинта. В связи с этим через газету Московский Томсобор была вброшена якобы инсайдерская информация это в октябре тоже произошло о том, что после победы Клинтон, который резко отрицательно относится к президенту нашему, выборы в Российской Федерации состоятся досрочно в марте, и что главный начальник участвовать в них не будет. Был такой вброс информации как якобы инсайдер стоит. Ясно, что значительная по крайней мере так называемая либеральная часть эстеблишмента готовилась к победе Клинтона и к замерению Запада на его условиях. И информационный замк 19-21 октября последовавший сразу после осторожно оптимистичного выступления Путина должен был сыграть роль черной метки. О том, насколько в октябре часть элиты была уверена в том, что президентство Путина идет к концу, свидетельствует визит президента Республики Татарстан Миниханова в Латвию. Кто-нибудь заметил этот момент? Так вот, значит, смотрите, Миниханов съездил в Латвию и там заявил, что грузы из Татарстана впредь будут переваливаться в портах Латвии, несмотря на все заявления руководящих представителей Федерального Центра и лично президента Российской Федерации о том, что все грузы надо выводить из порта в Прибалтии. Из информационного агентства Редма вот что написало о Димаше Миниханова. Что это было? Это я цитирую. Откровенная фронта против общей внешнеполитической линии Российской Федерации? О каком уважении к России может идти речь, если региональные чиновники, наплевав на общую внешнюю политику, наплевав на четко российскую политику Латвии, на заявление главы МИД Латвии, что Россия закончила как третий рейд, едут к латвийским политикам с предложением дружить и увеличивать торговый оборот. Вывод Редма вопрос глупости или предательства здесь не уместен. Такие визиты это предательство глупее. Предательская глупость. Действительно, одно дело, когда к внешней говорит, например, 6 декабря в речи на церемонии награждения Луя в премии президента Алтын Сапат о том, что Российская империя высасывалась из Астана все соки и делает другие антироссийские заявления не делающие ему честь, к тому же глупо плевать в колонез. И совсем другое дело, когда постепоставленный российский чиновник демонстративно вытирает ноги от внешней политики политику государства, гражданин, которого он является. Да, многим замутила разум надежда на победу Клингом. себя проявить, то есть выманить из леса осторожного черкеса. Но вышло все иначе, Клинген провалилась, а либеральная тусовка меньше, чем через месяц получила серьезный удар. Однако до этого произошли очень важные знаковые события. 28 октября состоялись выборы в Российскую академию наук. Самые масштабные, самые скандальные за всю ее историю. Было избрано беспрецедентное число новых человек. 176 академиков, точнее, это называется простонародные академики, и действительные члены, и член корреспондента. Значит, академиков действительных членов было 176, и 220, и член корреспондента. Новыми членами стали многие лица пенсионного возраста. При этом, с одной стороны, прокатывали известных ученых, например, Валиев, доктор физико-математических наук, обладатель премии имени Пасхаля в области материала времени за 2011 год. Один из самых цитируемых, по-настоящему цитируемых, не вот эта ерунда индекс Хирша, а по-настоящему цитируемые российские ученые. Его кандидатура выдвигалась от секции наука материала ведения, однако он не прошел, а прошел сын председателя секции материала ведения, академика Кузнецова. Вах не были избраны и многие другие ученые, зато прошли селятины и бездарь, и прошло очень много детей, детей академиков, директоров институтов. То есть, знаете, у Михаила Ножкина есть замечательная песня из «Грязи в князи», и там есть такой припев «Опять наверх поперла лабуда». Вот это как раз вот эта ситуация. «Опять наверх поперла лабуда». Как сказал один крупный ученый, по числу избранных родственников, боюсь, мы, академика, поставили рекорд. В списке избранных очень много фамилий, детей, здравствующих академиков. То есть, нами слова, Российская Академия Наук пронимослила, что превращается в нечто похожее на семейное предприятие. Что еще хуже для Российской Академии Наук, на этих выборах ее руководство нарушило тремое указание Путина. В конце 19-го года Путин обратился к чиновнику с просьбой воздержаться от участия в выборах новых членов Российской Академии Наук, поскольку чиновничья деятельность не оставляет свободного времени заниматься наукой и таким образом мы получаем профанацию обоих видов деятельности. Рекомендация Путина была оформлена в письменном виде, к тому же он попросил президента Рана Фортова проследить за тем, чтобы чиновники не избирались в Академию. Тем не менее в июле 2016-го года не смотря на то, что главный начальник сказал так, 30 чиновников нарушив запрет президента подали заявки на участие в выборах. Правда, в самый канал выборов некоторые из них сняли свои кандидатуры, других отговорили баллотироваться. Тем не менее несколько человек избрались. Это начальник управления регистрацией архивных фондов ФСБ Христофоров, начальник главного медуправления управления делами президента КТНК, начальник главного военного медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации ФИСУ и замминистра внутренних дел САВИН. А вот дальше 23 ноября в Кремле состоялось заседание Совета Препрезидента Российской Федерации по науке образования, которое показывали по телевизору. И, возможно, многие из вас его видели. Там состоялся замечательный диалог Фортова и Путина. И Путин спросил, что мне теперь с этим делать? Спросил он Фортова. Фортов, видно было, что он не понимает, в чем речь, он вообще окаменел. И Путин выражает, что с этим делать? Вот что с этими четырьмя людьми делать? И дальше он задал Фортову вопрос, эти люди действительно крупные ученые? На что Фортов говорит? Они прошли все необходимые процедуры. Путин ему отвечает, вы не отвечаете на мой вопрос, они крупные ученые. На что Фортов сказал, выходит так. После чего Путин сказал, что он предоставит этим людям возможность заниматься науке. И они были уволены. А 28 ноября, то есть 28 ноября они были уволены. А Фортов тут же заявил, что он не готов их устроить. То есть как мухи-цыкотухи пропадает погибает именинница. И вот эти люди, которые нарушили указания президента, они оказались в повешенном состоянии. Ясно, что Российская Академия Наук воспринимается руководством не как серьезной научной структуры, а как сообщества не способных к деятельности, к растеребью людей, главные из которых получают деньги из бюджета. Кстати, большая часть Академиков она вообще говорит, что в ран не надо ничего менять, дайте только денег и мы все сделаем. Это, я говорю, не воправдание власти, не воправдание ФОНО, которое, так сказать, резвится на теле умирающий ран, а это констатация вот такой печальной реальности. 31 октября, вот это очень интересно, тоже показали по телевизору, можно в интернете анти. Патриарх Кирилл, Иргер Медведев и губернатор Московской области Воробьеров подарили новой иерусалимскому музейно-высторичному комплексу, это повторяю, показали по телевидению, икону, ну я в кавычках написал, потому что как-то иконой не повернулись здесь, на которой изображены Мария Владимировна Гагенцолер, она же Романова, вместе со своим отцом, группанфюрронов СС, группанфюрронов СС это генерал-лейтенант переводит на военный язык, значит, такая Мария Владимировна, давайте сделаем небольшой экскурс, подкоп, и здесь много удалится. 8 октября 1905 года великий князь Кирилл Владимирович вступил в брат со своей военной сестрой Викторией Мелит, в очереди герцога Эдинбургского, разведенной женой герцога Эрнста Гессенского. Николай II тут же лишил Кирилла всех прав члена императорской фамилии, включая право на светление престола, так как, первое, брак не был разрешен императором, второе, невеста не собиралась при заключении брака принимать православие, как того требовала 185-я статья о законодательстве Российской империи, и перед тем близкородственные браки не допускали законодательство Российской империи, статья 186. 31 августа 1924 года, при войне, довойдя в контакт с Рокшидами, Кирилл провозгласил себя императором всероссийским Кириллом I. Он поселился в Германии, в городе Кобург, и в 20-е годы активно жертвовал деньги нацистской партии. Связным между нацистами выступал генерал Бискубский. Кстати, на квартире Бискубского какое-то время после провала пивного пучча скрывался Гитлер. Жена Кирилла Виктория в 1923 году посетила съезд на ЛСДАП, где встречалась с Гитлером в интернете есть фото и фейк. После смерти Кирилла в 1938 году императорский доктор был его сын Владимир. 22-го, вот это самый группный фюрер, 22-го июня он обратился, цитирую, ко всем верным и преданным сынам Родины помочь Германии и всем народам Европы в их крестовом походе против большевизма, то есть против СССР. Во время войны Владимир заслужился до звания группным фюрером СССР, был хорошо знаком с Гитлером. Мария Владимировна это его дочь от брака с Леонидой, сестру Гераклия Багратиону Мухранского, советника по грузинским делам Альфреда Розенберга, министр по делам оккупированных территорий на Востоке. Вот такая у нас замечательная есть Мария Владимировна, которую, кстати, ну а буду чуть позже она шла здесь у церкви, дело в том, что ее патриарх Кирилл Корновал вообще-то. Значит, вот 11-15 ноября следующий блок событий. Прошла неделя после победы Трампа и произошло следующее. Сначала, так сказать, такой легкий бриз. 11-го ноября прошла информация о докладе, который назывался «О повышении эффективности управления госимуществом». Это Росимущество подготовило к заседанию госсовета. В докладе рекомендуется, вдруг, не торопиться с приватизацией. Это крайнее мир. Приватизировать надо малые объекты собственности. Росимущество в целом у нас является противником безудержной приватизации. И в свое время это стало причиной конфликта между главой Росимущества Дергуновой и министром экономического развития Куликаевым, который и выдавил как говорят Дергунову в ее должности. Дальше еще интереснее. 14 ноября министр финансов Силуанов объявляет, что ранее намечено на 2017 год приватизации части Сбербанка не будет. Эту приватизацию очень плодировали Куликаев и Гриф. Целами вообще приватизации на 2017 год объявлялись ВТБ, Совком, Флот, Новороссийский порт и Аджинер. И вот 14 ноября объявляется, что не будет приватизации. В тот же день, выступая на объединенном заседании экономических комитетов Госдумы, глава Центрального банка Набиулина заявила, что, оттуда, серьезная, прежняя модель экономики, основанная на экспорте сырья и стимулирование потребления, в том числе через потребительское производство, исчерпано. Нужен переход к новой модели, а задача ЦБ в этих условиях обеспечения стабильных финансовых условий формирования внутренних источников инвестиций. Это кардинальное изменение по сравнению с неолиберальным курсом, де-факто провозглашенном 15 ноября на заседании 1991 года, на заседание Ельцинского правительства. И вот, к чему бы это все? И вдруг 15 ноября взрывается бомба. Российские СМИ объявляют, что вечером 14 ноября задержан министр экономического развития Российской Федерации Улюкаев, и против него задвождено уголовное дело по части 6 ст. 290-й Уголовного кодекса Российской Федерации получение взятки в особо крупном размере. Наказание срок от 8 до 15 лет и штраф к 70-кратному размере взятки. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя компании Роснефть 2 миллиона долларов за будущее положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению акции госпакета Башнефти. Я подчеркиваю это по версии следствия. Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ в офисе Роснефти. Как стало известно, Улюкаев находился под наблюдением ФСБ больше года. С лета 2016 года. Его телефоны были на прослушке. Как стало известно, объектами разработки были также вице-премьер Кваркович, помощник президента Белоруссов, помощник первого вице-премьера Шувалова-Романова и ряд других лиц. Представители либеральной тусовки были потрясены арестом. Например, глава СПП Шеха сказал, я в шоке. Чубач с Букиным написал абсолютный шок. Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире. По иронии истории, я думаю, что это совпадение, по иронии истории арест Улюкаева, задержание Улюкаева произошло ровно 25 лет спустя, после того, как 15 ноября 1991 года Ельцин созвал то самое заседание правительства, на котором Гайда стал вице-премьером, а сам Улюкаев руководителем группы его экономических советников. То есть 15 ноября 1991 года это рождение российского властного неолиберализма. И вот неолиберализм такой подарок арест Улюкаева. Ну и 19 декабря, это последнее событие, важное по России, мы переходим здесь к миру, он, когда будет убить посола Российской Федерации в Турции Карлов, а его убийца Алтентаж зачем-то был ликвидирован турецким спецназом, а не взят живым. Это максимально затрудняет следствие. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходило в мире. в тот же период. 17 апреля 16-го года в Дохе ката встречи нефтодобавляющих стран ОПЕК плюс независимые страны плюс Российская Федерация переговоры окончились провалом. Саудовские Аравии и его ближайшие союзники из Персидского залива резко, причем в самый день переговора, изменили ранее согласованную позицию и запланированные на утро переговоры перенесли на второй дня. То есть саудовцы с кем-то всю первую половину дня совещались. После этого Саудовская Аравия потребовала присоединение Ирана, его представители вообще не приехали в Дорогу, к договору о заморозке добычи нефти. Но ультиматум обрушил эти переговоры. 19 апреля очень важная вещь. На шанхайской бирже начал работать каталог стоимости золота, динаминированный в юанах. То есть китайская базисная ценозол установляется два раза в день по результатам торгов в течение нескольких минут. Это отсекает спекулянтов и не позволяет им играть на золотом содержании юаня. В настоящее время 80% рынка золота это лодинская биржа металлов и нью-йоркская торговая товар царевая биржа, но по-видимому шанхайская биржа начинает активно конкурировать с ними. Это связано с возвращением металла в мировую экономику. 25 апреля Эр-Лиан представил комплексную стратегию перехода страны после нефтяной элины. То есть арабские страны это очень важный момент нацелились на перспективный отказ от нефтяных денег в пользу других источников. То есть эпоха и цивилизация нефти подходит к концу и арабские страны к этому готовятся. Кстати началось снижение роли зависимости экономики Российской Федерации под нефть и газом. Если в 2014 году доля нефтегазовых доходов в бюджете была 51%, то в первом квартале из 16 34%. Это хорошо. А обратная сторона это нехватка денег в бюджете. Интересная вещь произошла в июне в жизни православной церкви. С 16 по 26 июня на острове Пит должен был пройти Великий Собор Православной Церкви. Однако он провалился не начавшись. Последний раз такой собор собирался аж кто знает может быть когда-то. В 787 году. Это был 7-й Вселенский собор. Дата собора была определена на встрече в Швейцарии в Шамбези, но регламент собора не был подписан делегацией антиохийского патриархата. Дело в том, что антиохийского патриархата плохи отношения с иерусалинским патриархатом из-за того, кто будет хиа юристицией над Катаром, над православными Катаром. Но они не договорились, и это поставило проведение собора под вопрос, поскольку решение о нем должно приниматься единогласно. И тут вдруг болгарская православная церковь заявляет, что не приедет открыть полято причин, включая схему рассадки гостей собора. Я встану, 3 июня Синод Российско-Русской Православной Церкви отправил Константинопольской Церкви как организатору предложение провести экстренную встречу для изучения сложившейся ситуации. 7-го Константинопольский патриархат отвечает отказом и 13-го июня Синод РБЦ оказался от участия в соборе. Собор провалился. 23-го июня в Великобритании состоялся референдум по членству страны в Евросоюзе, инициатором которого был Кэмерон который сам выступал против Брексита но был уверен что Брексит не проедет. Он просчитался Брексит прошел он прошел значит за Брексит проголосовало 17 миллионов 410 тысяч против 16 миллионов 140 тысяч то есть 51,9% против 48,1% то есть прошли буквально на чуть-чуть сразу же после этого Шантангия заявила что видит себя только в Евросоюзе то есть это означает перспектива распада Великобритании тут же Северно-Иландская главная националистическая партия Шинфейн заявила что Брексит это основание для проведения референдума о воссоединении с Ирландией и даже в Гибралтаре где живет аж 19 322 человека заявили что предполагают остаться в Евросоюзе это означает что в перспективе Гибралтар может перейти под совместное управление Великобритании и Испании Брексит вызвал раздражение у Алабаны значит в сухом остатке Брексит нанес определенный ущерб Великобритании но он сорвал одну вещь он сорвал возможность заключения соглашения по трансатлантическому соглашению что в интересах определенных групп как в Великобритании так и в США то есть вот эти Брексит сработали два принципа распад Евросоюза и угроза распада Великобритании и вот здесь интересная вещь значит кто выиграл а кто проиграл мы очень часто пользуемся термином скажем Великобритании и если пользоваться таким термином то скажем в результате Второй мировой войны на самом деле конечно Великобританию можно считать проигравшим но если разделять Великобританию и Бриджанскую империю то во Второй мировой войне проиграла Британская империя а вот Соединенные королевства выиграли выиграли те группы которые считали что от империи можно и освободиться то же самое вот с нынешним в Брексит выиграли те группы которые полагают что в Британии что Британская империя должна восстановиться совершенно по-другому она должна восстановиться так что в нее войдут Соединенные Штаты и это будет экономическая империя а поэтому от самой Великобритании отказаться от их бедной Шотландии бедной Северной Ирландии, но остаться с Суэльцем. То есть здесь очень хитрый расчет. Я не буду подробно рассказывать о том, что 15 июля была попытка совершения Эрдогана в Турции военными, все об этом знают. Единственная интересная вещь, здесь не единственная, одна из интересных вещей, это слухи о роли ГРУ, точнее называется сейчас Главное управление Министерства обороны спасения Эрдогана за две недели до переворота Эрдоганской зубы, без извинения Российской Федерации, за сбитой при активном участии американцев 24 ноября 2015 года, наш бомбардировщик СУ-24, есть информация, что именно из России пришло предупреждение Эрдогану о готовящемся перевороте. Поскольку американский след в организации переворота очевиден, южный флаг НАТО оказывается под определенным напряжением. То, что в последние годы командование спецоперации АПРС США, призывая в Турции несколько военно-психологических операций с системой совершения Эрдогана, неудивительно. Дело в том, что в 2008 году Эрдоган, нанеся серьезный удар турецким военным, он на самом деле разрушил турецкий сегмент сети ГЛАДИО. ГЛАДИО – это военно-террористическая организация, созданная в конце 40-х, в начале 50-х годов. страна в Западной Европе, средств служимы для подавления левого движения. И ГЛАДИО – это меч, и вот эти вот правые, по сути дела такая правая военно-политическая организация, у нее был турецкий сегмент. Круша военных турецких, Эрдоган разгромил и эту организацию. Ну и как следствие, в 31 июля 7000 турецких силовиков заблокировали на армскую базу Инджерлиг, и Эрдоган публично обвинил Запад в поддержке Кучиза. В течение недели, начиная с 18 июля 2016 года, в Германии произошло сразу четыре нападения на граждан с помощью мачета, ножа, пистолета, взрывчатки. 18 июля 17-летний уроженец Афганистана с криком «Аллах Акбар» напал на пассажиров пригородного поезда в Баварии, ранил 15 человек и был застрелен. Я вообще не представляю. Вот человек размахивает, едут пассажиров. Взрослые люди, а это мужики там едут. Ну как это, вот человек размахивает мачеты и ранит 15 человек? Ну, мне вот, так сказать, просто очень странно. Дальше, значит, 18-летний уроженец Германии ранского происхождения застрелил 9 и ранил 27 посетителей торгцентра Олимпия. При этом стрелок специально заманивал людей в центр, используя женское имя, он в Фейсбуке объявил о раздаче в центре бесплатной еды. Туда рванул народ, а он уже их там ждал с оружием в руках. Ну, дальше там был беженец из Сирии. Чуть раньше во Франции, на английской набережной Ницце в 22-30, после салюта, день взятия в мастерии, грузовик резался в людей и на протяжении двух километров таранил толпу, и чтобы подавить как можно больше людей, специально двигался зигзагами. Водитель, 31-летний отец троих детей, Булель, в тунисе, по его происхождению, был застрелен. Интересно, что за несколько дней до теракта Булель отправил своей семье в Тунис 100 тысяч евро. До этого он 8 лет прожил во Франции и посылал только небольшие суммы денег. А тут у него оказалась огромная сумма, которую он послал. Дело в том, что как раз тогда был чемпионат Европы во Франции, и радикалы, исламисты говорили, что они устроят теракт обязательно. Вот я тогда в одном из дебюс сказал, что ничего подобного. Это типичное приучение к удару слева, а потом последует удар справа. Причем он последует не в Париже, а в другом месте, когда напряжение испадет и когда люди расслабятся. И действительно произошло вот 14-го уже после окончания чемпионата. С учетом того, что во Франции и Германии мультикультурализм и толерастия процветают, то вот эти теракты – это удары по определенной части европейской элиты, завязанной на трансатлантизм и на мультикультурализм, я так полагаю, по крайней мере. Вот в Италии, например, совершенно по-другому относятся к мигрантам. Там мигрантов держат на острове, там стоят пулеметы. И вот там сравнительно недавно была такая история. Там есть такая организация, я сейчас не помню, как она называть, но точно ее название. Она была типа организация толерантности или чего-то в этом роде. И вот из этой организации женщина прибыла в этот лагерь с раздачей еды мигрантам. Но все, так сказать, закончилось это тем, что восемь мигрантов ее изнасиловали. И она сначала пришла в свою организацию и сказала, что ни в коем случае не взяли, так сказать, от народа, потому что это будет плохо относиться к мигрантам. Но через два дня она пошла в полицию и рассказала об этом. Полицейские приехали на остров, поставили всех мужиков на колени, прошли, выявили этих восьмерых. Они получат срок, скорее всего, по 12 лет. Но очень интересно, что в суде, судья обвинил в качестве соучастника вот эту самую организацию, вот эта женщина пришла туда. Ну, я поранился. В Японии очень интересные вещи происходят. 3 августа 2016 года в Японии постминистра обороны заняла Инада, один из лидеров ЛДП. Она сразу же выступила с несколькими библиотеристскими заявлениями, поставила под сомнение агрессивность внешней политики Японии накануне Второй мировой войны, включая на падение на Китай. 8 августа император Японии Акихита второй и последний раз в жизни обратился к населению по телевидению. Он объявил, что хочет сложить в себя полномочия. Формальная причина здоровья у него была операция на сердце, потом он лечится от рака простаты. Но на самом деле это отговорки. Это, по сути дела, протест против курса милитаризации Японии, который ведет Синзо Абе. Последний выступает за изменение в Конституции. Дело в том, что в Конституции есть такая статья о Японии. Японский народ на вечные времена отказывается от войны, как от суверенного права нации. Однако в настоящее время основная масса населения японцев по разным вопросам, но 77-90%, выступает за уход императора. То есть, похоже, в Японии просыпается культ войны и культ смерти. Некромантия это очень серьезно. Кстати, очень интересно следующее. Забегая чуть вперед из-за августа в сентябрь. Обращаем внимание на символику обмена подарками Владимира Путина и Синза Абе. Эта встреча происходила в рамках Восточного экономического форума на острове Русский близ Владивостока. Кто-нибудь обратил на это внимание? Да. Очень хорошо. Значит, Путин подарил Абе Катану один из 12 мечей, которые использовались при интронизации в 1928 году 124-го императора Японии Хирохита. Это отец нынешнего Акихита. Самурайской традиции преподнести в дар правителю мечу предшественника это означает продолжать свершение. Хирохита был милиталист. Очень интересно, что Абе подарил в ответ Путину. Это самурайский шлем. То есть, произошел обмен дарами по самурайскому обычаю. Интересно, что это было 2 сентября. А 4 сентября Путин уже был в Китае. Кто помнит, что Путин подарил за дземпину? Ящик мороженого. Который тут очень любит. Да. Значит, 28 августа министр экономики энергетики ФРГ, вице-концерт Германии Габриэль сказал о провале переговоров по созданию зоны свободной торговли между Евросоюзом и США и вспомните, я год назад он говорил, что в Европе есть очень серьезные силы. Это немецкая и северно-орианская аристократии. Это лучшие длинзоры, которые не хотят транс-атлантического сообщества. Трамп его тоже не хочет. Брэксит. Трамп пришел в власть, то есть эта линия победила. 2 сентября 2016 года было объявлено о смерти президента Узбекистана Каримова, который в 1991 году был членом ЦК КПСС и политбюро ЦК КПСС. Кстати, за неделю до его смерти Иран нанес страшный удар по балканскому маршруту транспортировки героина. Была разгромлена в провинции Систан и Беруджистан сеть, которая с 1992 года обеспечивала работу балканского маршрута. Балканский маршрут это Афганистан, потом глюк на Пакистан через территорию Пакистана в Иран, Турция, Греция, Балгария, Балканы, Западная Европа. Маршрут этот контролируется Пентагоном при поддержке ЦРУ и Ми-6. И есть сведения, что какая-то часть иранских военных его тоже поддерживают. Так вот, смерть президента Узбекистана – это серьезная проблема для логистики северного маршрута. Специалисты по наркотрафику говорят, что Узбекистан играл важнейший уровень в производстве и транспортировке афганского героина. В том смысле, что через афганскую границу осуществлялась промышленные поставки уксусного ангидрида. То есть перкуссора для производства героина. Обратно шла готовая продукция. Причем вот эта вот транспортировка перкуссора, этого уксусного ангидрида, она должна осуществляться абсолютно на ровных дорогах. Поэтому есть несколько ровных дорог в Узбекистане, в Узбекистане, там все развалит, но есть несколько абсолютно ровных дорог, как автобаны. Вот под ним перевозят этот самый перкуссор. Так. 2 октября American Conservative опубликовал статью подполковника Дэвиса, эксперта по внешней политике, это все в преддверии выборов. Статья называется «Полный провал американской внешней политики». Эксперт оценил внешнеполитические действия США после 11 сентября как ошибочные свидетельства в наш полный провал захватывают дух настолько незначительно в своем масштабе и своей тяжести. По мнению эксперта, бесконечная война подрывает боеспособность вооруженных сил. Общий вывод статьи на кардинальном мире внешней политике США. Кто отвечал за внешнюю политику США? Клинтон. Значит, ее избирать нельзя. Кстати, тезисом об изменении внешней политики США шел на выборы Трампа. По сути, эта статья Дэвиса очень совпадает по тональности с замечательной книгой Чалмарса Джонсона «Отдача» «Блоубэк». Эта книга была опубликована в 1999 году, где бывший ЦРУшный специалист по антипартизанскому действию, один из лучших специалистов по Японии в США, Чалмарс Джонсон, написал, что США проводили такую политику во второй половине XX века, что теперь всю первую половину XXI они будут получать «Отдачу». На книгу это внимание не обратили, но потом шарахнуло 11 сентября, и тогда книга стала бестселлером. После чего Джонсон написал вторую и третью книжки. Это трилогия. Вторая книга называется «Осень империи» или «Печаль империи». А третья книга «Немезида». Странным образом у нас перевели третью книгу «Немезида», а первую и вторую как-то забыли перевести. 28 октября за 11 дней до президентских выборов в США директор ФБР Коми объявил, что бюро возобновило уголовное расследование к утечке служебной переписки кандидата на пост президента США Клинтона. Коми сказал, что ФБР выяснил наличие новых писем. При этом Коми говорил «Я не знаю содержания писем, но я обязан возобновить расследование, потому что иначе меня обвинят в сокрытии улик. То есть я не я, хата не моя, но тем не менее свинью Клинтон он подложил». После того, как это произошло, стало понятно, что очень серьезную яму роет Клинтон, значительная часть американского эстерлишмента. Восьмого, ребят, Крамп победил. И поскольку у нас осталось какое-то время, я хочу залезть немножечко в семнадцатый год, по крайней мере в первые месяцы. Значит, в семнадцатом году, 17 января Тереза Мэй в Лондонском Ланкастерхаузе заявила, что Великобритания не останется в едином европейском рынке и в таможенном союзе. То есть она дала понять, что мягкого варианта Брексита не будет. И, естественно, Трамп активно поддержал ее позицию. 20 января инаугурация Трампа. В последний раз такая кампания, которая была развернута против избранного президента Соединенных Штатов, состоялась, может кто-то знает, когда в последний раз вот так мочили в избранного президента США. В 1860 году, когда Линкольна выбрали. Так вот, такая кампания не имеет аналогов с 1860 года. Церемонию инаугурации отказали посетить 70 конгрессменов. Многие демонстраты, вообще демонстративно, демократы вообще демонстративно покинули Вашингтон. На улицы города вышли от 500 до 1000 людей в масках, которые устроили беспорядки. Слезоточивый газ, аресты. А вот Трамп, словно назло перед инаугурацией, посетил службу ваптистского священника Джефферса, известного своей критикой нелегальных преградов и гомосексуалистов. Журналисты отметили жесткое выражение лица Трампа во время инаугурации и каменное лицо его жены. Создавалось впечатление, по мнению журналистов, что они только что пережили стресс. Что может быть стрессом? Здесь журналисты стали высказывать разные предположения. Но стрессом может быть, например, попытка покушения или информация о готовящемся покушении. Кстати, в канун инаугурации канал CNN нахвалил Обаму и преподнес всю приз Трампу. Он показал канал CNN, показал сюжет о том, что будет, если Трампа убьют во время церемонии вступления в должность президента. Во время самой инаугурации ни Трамп, ни Пенс не подали руки Биллу Клинтону, с Бушем, Младшем и поздоровались очень приятно. Речь, которую произнес Трамп на инаугурации, была очень жесткой. Это была резкая критика американской элиты. Он сказал, что вернет власть народу, что истеблишмент защищает себя, а не людей. И газета «Лос-Анджелес Таймс» заметила по этому поводу, что Трамп говорил о разгоне вашингтонской элиты, стоя в окружении этой самой элиты. Аналитики отмечают два интересных момента, связанных с инаугурацией. Первый. На протяжении всего маршрута от Белого дома до Капитулия по обеим сторонам дороги лицом не стояли по стойке смирно военные всех родов войск, охранявшие проезд. Полицейские стояли второй цепочкой. Раньше охрану несли только полицейские. Это очень интересный знак. Второй момент. Одним из первых указов Трампа было назначение на пост министра обороны Джона Мэнтиса. Согласно законам США, министром обороны, глава обороны должен быть либо гражданским лицом, либо военным, который вышел в отставку минимум за 7 лет до назначения на область. Мэнтис вышел в отставку всего лишь 3 года назад. Он второй за всю историю США военный министр обороны. Это многое говорит о связях Трампа с армией. 21 января, на следующий день после инаугурации, Трамп делает символический жест. Возвращает в овальный кабинет бюст Черчилля, который подарил в свое время Блэр Бушу младшему. А Обама в 2001 году заменила его на бюст Мартина Лютера Кинда. 25 января подал в отставку великий магистр мальтийского ордена Фестинг. Он занимал эту должность 9 лет. Причина – разногласия с Франциском I. Фестинг – очень интересный персонаж. Он сын британского фельдмаршала, выпускник Кембриджа, полковник резерва британской армии, бывший эксперт-оценщик аукциона Сотбис. Кстати, иногда когда говоришь, что человек работал крупным экспертом-оценщиком аукциона Сотбис, и люди начинают улыбаться. Аукцион Сотбис и Кристис – очень серьезные вещи. Туда чужие там не ходят. Там как раз очень много бывших сотрудников – МИИ-6. То есть, это очень серьезная структура. Это не только аукцион, это нечто более серьезное. Аналитики связывают фестинга с британскими ложами и ревзорами. То есть, скорее всего, мы имеем дело с закрытым конфликтом внутри уже европейской аристократии, который прорвался с отставкой фестинга. 9 февраля – телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином. Вопреки жестким заявлениям в адрес Китайской Республики во время предвыборной кампании, Трамп в разговоре и позднее в своих комментариях к нему зафиксировал отказ от жестких мер взаимного сдерживания. То есть, сдал назад. В тот же день, вице-президент Пенс, выступая в военной академии «Вестпоинт», зафиксировал двух главных врагов США. Первый – это исландский экстремист. А второго он определил так. Это старые враги, которые поднимают головы, которые стали более изощренными, более рьяными своей приверженности ложным идеям, чем место на свалке истории. Но не сомневайтесь, президент Трамп и его администрация не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены, и наша нация снова не окажется в безопасности. Журналисты стали гадать, кто это такие старые враги. Кто-то сказал, что это, наверное, масон. Но я думаю, что это не масон. Думаю, что это, скорее всего, Российская Федерация. Хотя Пенс не назвал конкретно, кто это. Очень важная вещь. 17 февраля СМИ сообщили, что бывший председатель Федеральной резервной системы Гринсман заявил о необходимости срочного введения «золотого стандарта». Только в этом случае, сказал он, мы сможем планировать траты на инфраструктуру. США катастрофически нуждаются в этом. То есть золото, металл возвращается в мировую экономику. Я хочу напомнить, как произошла обмена «золотого стандарта» в 1971 году. После того, как Рокфеллер, условные Рокфеллер, выиграли две мировые войны, особенно вторую. У условных Ротшильдов были на коне. Ротшильды начали готовить ответный удар. Это должен был быть удар по доллару. И этих ударов были разные совершенно. Одна из линий – это создание евро-долларов с помощью Советского Союза, кстати, с помощью нашего Московского народного банка. И, кроме того, активное давление на Соединенные Штаты, которые в конце 60-х годов переживали серьезнейший кризис. И все помнят историю, когда Деголь собрал зеленые бумажки, на корабле отплыл США во время своего визита, чтобы вновь удалось сказать «дайте золото». Ну, Деголь – это история 68-го года событий, после чего он слетел, вылетел из Елисейского дворца. Правда, место там занял опять же человек Ротшильдов в Компиду. В Деголе нельзя сказать, что это был человек Ротшильдов, но его атака на доллар – это была, безусловно, акция выгодная Ротшильдов. И тогда трактейлеры Соединенные Штаты решили нанести ответный удар, асимметричный. Они отсоединили доллар от золота и присоединили его к нефти. Но для того, чтобы связать доллар с нефтью, нужно, чтобы нефть подорожала. И в 1973 году в начале, Киссинджер сказал в самом начале года, что нефть подорожает к концу года в 4-6 раз. Так оно и произошло. Случилась Арабо-Израильская война, потом улетел на Том-Аппек, и нефть увеличилась цена на нефть в 6 раз. Так была зафиксирована связка нефти и доллара. Но прошло время, и, по-видимому, настало время возвращения золота в мировую экономику. Дальше. 27 марта. Президент Трамп делает запись в своем твиттере. Как бы он такой, вроде бы ничего не знающий. Он выражает удивление, почему Конгресс, расследуя его связи с Россией, не уделяет тот же пристального внимания связям Москвы с Клинтон. Трамп, по сути, обвиняет Клинтон в сделке по продаже американского урана. Действительно, в бытность госсекретарем Клинтон в 2010 году подписала договор, по которому корпорация Российской Федерации «Росатом» приобрела 51% акций компании «Юраниум-1». Эта компания контролирует пятую часть известных уранов месторождений США. Это австралийско-канадская компания. В 2013 году «Росатом» выкупил все 100% и стал единственным владельцем «Юраниум-1». То есть «Росатом» владеет компанией, которая владеет 20% урана Соединенных Штатов. И в то же время, вот эта корпорация «Юраниум-1», ее 10 инвесторов, они внесли аж 145 миллионов долларов в фонд Клинтонов. Ну это явный откат. То есть за откат 145 миллионов долларов под контролем Российской Федерации «Ура, молодцы!» С разрешения Клинтона была переведена ферма, контролирующая 20% добываемого в Америке «Ура». То есть по сути Трампа, вот этой записи в Твиттере, он угрожает семье Клинтон и стоящей за ней кланом то, что он может начать давить по этой линии. Значит, что касается таких событий, знаковых начала 17-го года в мире, давайте посмотрим, что у нас в 17-м году происходило у нас. У нас тоже произошли довольно интересные события в этот период. 28 января в Санкт-Петербурге массовые от 3 до 5 тысяч человек, не санкционированные властями, митинги с требованием отставки губернатора Полтавченко. Причина – скандал вокруг передачи РПЦ Исаакиевского собора. Впервые РПЦ заявила свои претензии на никогда не принадлежавший ей собор в 2015 году. Из-за протестов населения Полтавченко оказал, а 10 января неожиданно заявил, что собор передается не ранее 1 марта 2019 года безвозмездного пользования церкви на 49 лет. Причем Полтавченко принял это решение после личной просьбы патриарха. То есть речь идет об отчуждении имущества госорганизации по запросу отделенной от государства церкви. 10 февраля, я должен сказать, что я тоже пропустил этот закон, но коллеги меня обратили внимание. Госдума приняла поправки в законы о мобилизационной подготовке и мобилизации и закон о воинской службе. Теперь за проведение мобилизационной подготовки персональную ответственность несут не только руководители федеральных ведомств, но также губернаторы, главы муниципальных образований и местных администраций. Эти поправки, как выяснили министерские обороны, необходимы для введения армейского принципа единоначального как при проведении мобилизации, так и при создании сил территориальной обороны. Функции командующими силами при их развертывании будет исполнять губернатор. Если учесть, что Российская Федерация срочно укрепляет свои западные границы, ну, например, сформирована 1-я гвардейская танковая армия, которая существовала с 1944 по 1949 год, затем транспортирована в Калининградскую область оперативно-тактический комплекс «Эльтрандак», то это все меры предвоенного времени. 17 февраля было объявлено, что до конца 17-го года Российская Федерация выплатила последний долг СССР. Как вы помните, Российская Федерация взяла на себя все долги СССР при условии, что все страны, возникшие после распада СССР, не будут претендовать на зарубежную собственность. А задолженность была очень большой, 57 миллиардов долларов. 16 марта. Вот это очень важная вещь. Я выделяю это событие как главное событие первых четырех месяцев в нашей стране 17-го года. Путин встретился с митрополитом Московским и всей Руси, русской православной старообрядческой церкви Корнилии. Таких встреч представителей старообрядчества с руководителями государства не было ни при царе, ни при советской власти. Встреча произошла впервые за 350 лет. Формальным основанием первых встреч стал ответ Путина на обращение старообрядцев по празднованию в 2020 году 400-летия со дня рождения Аввакума. Одного из главных деятелей, пожалуй, Раскова. Если учесть натянутые отношения РПЦ и старообрядцев, то создается впечатление, что власть указывает РПЦ ее место. Дело в том, что в последние годы РПЦ пытается резко усилить свои властные позиции. Может быть, не дает покоя статус римского баба католического. Ну, например, как отмечают аналитики, прошло почти незамеченным, что во время интронизации Патриарха Кирилла 1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя сугубо церковный ритуал был внесен дополнительный ритуал возведения во власть Дмитрия Медведева, то есть действующего президента, и его ответ на грядку верности нового Патриарха. 6 марта 2014 года в Успенском соборе для Кирилла Коронавова Марию Владимировну Гогинцолю ее официально объявили законной государственной России. Дошло до того, что 9 мая 2015 года в Берлине, в посольстве Российской Федерации, Россию официально представил Георгий Гогинцолю, сын Марии Владимировны. Я напоминаю, что Николай II запретил Кирилловичам вообще иметь какое-то отношение к имбиратовской власти. В ночь на 18 марта в московском СИЗО номер 5 вырубит исполнительный директор по обеспечению качества и надежности Госкорпорации Роскосмос Евдокимов. Он скончался от двух ножевых ранений в области шеи и сердца. Сначала Евдокимов сидел в камере, ему ингредиент соучастие в похищении 200 миллионов рублей, он вину не признал. Он сверл в камере на 6 человек с видеонаблюдением, однако за месяц до гибели его неожиданно перевели камеру на 12 человек без видеонаблюдения. Кстати, никто из новых срокамер Евдокимова не имел отношения к преступному криминальному миру. Евдокимов говорил о сотрудничестве со следствием, его смерть серьезно осложнила расследование хищений в космической возрасте. 9 апреля это теракт в Санкт-Петербурге, взрыв был устроен в тот день, когда Путин находился в Питере, чтобы принять участие в ежегодном медиафоруме Объединенного Народного Фронта, а затем встретиться с Лукашенко. Вот такие события у нас произошли с апреля 2016 по апрель 2017 года. И повторяю, мне хотелось бы, чтобы вы в течение лета, мы с вами в следующий раз встретимся в конце сентября, начале октября, и уже будем говорить о том, что происходило летом. Мне очень хотелось бы, чтобы прежде чем я попробовал как-то связать вот эти вещи в цепочке, мне бы хотелось, чтобы вы полазили по интернету и посмотрели информацию об этих событиях. Там много чего есть интересного в интернете, что не обмещается, естественно, в те полтора часа, которые у нас были. Вот, собственно, у меня все. Если есть вопросы, я попробую на них ответить. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Ильич. Спасибо за такую содержательную, интересную лекцию. Столько всего было событий. Вот у меня вопросы по 2017 году, которые, на мой взгляд, логическим продолжением 2016 года. Вот буквально в четверг Путин задал указ, согласно которому на местах и регионах военные и организоны и военкоматы, я не помню точную формулировку, поскольку служи подчиняются начальнику направления в любой станциональной базе. Вот, это что, как бы, на мой взгляд такое... Надо посмотреть, я понял, надо посмотреть тексты, потому что иногда, несколько фраз, они скрывают суть. Но дело в том, что живем мы, так сказать, во все более тревожное время, поэтому, естественно, целый ряд мер, как я говорил, они носят характер предвоенных. Особенно если учесть, что социальная дисциплина нашего общества разболталась не последние, даже не 25, а лет 35-40, сейчас Брежневского времени, привыкли жить хорошо, в мирных условиях. Поэтому целый ряд мер просто необходим. Другое дело, насколько они эффективными окажутся. Вот еще один вопрос. Значит, появилась информация, что Трамп на полз директора ФБР возможно поставить какому Джозефу Либерману, довольно-таки серьезного сенатора, ну а демократа? Это что, как бы, примирение с умом? Вы знаете, какая вещь? Вообще не надо излишне противопоставлять демократов и республиканцев. При всех различиях, тем не менее, в значительной степени, это такая игра, бой Несского мальчика с медведем. Поэтому, неважно, демократ или республиканец, есть республиканцы, которые смотрят на левую сторону, в сторону демократов, есть правые демократы. Так что это особого значения не имеет. Это значит, что Трамп согласовал эту кандидатуру с заказчиками. Так что в этом самом-то себе ничего нет. Это никакой не знак. Я думаю, что примирение лично Трампа с его противниками не будет еще очень и очень-очень долго. Пожалуйста. Да. Другого вопроса. Ну, первое, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Трамп идет мимичным? Ну, второй вопрос. Я пока не вижу, как связанная вывка президента с развалом России. Я вот такой связи не усматриваю. А первый вопрос. Вот тогда у него, у Михаила Хазина, нужно спросить. А первый вопрос, значит, как вы думаете? А когда импичменты Трампа идет у него? Вы знаете, этого никто не может сказать. Я думаю, что если Трамп начнет активно сдавать свои позиции, то, возможно, ему импичмента удастся избежать. Но вообще, нужно сказать, что импичмент в Соединенных Штатах это дело очень длительное, хлопотное. Если они решат от Трампа избавиться, я думаю, что они попробуют как-то это сделать, так сказать, другим образом. Способ и много всего. Да, пожалуйста. Да. Андрей, у нас есть вопрос касательно расстройства православной церкви. И в частности, некоторые представители, например, митрополит Ларио, Патерей, Митрис, Милов и прочее, говорят о православном пути России. Но с другой стороны, вы имеете следующее, так как и именуем православный путь, я уже и сам был отвечать, что вы знаете, границ этого раскола. И Гилов и ставятся на второй план. Что по вашему православный путь России и православный геймпу? Что, значит, правильно я отмыл. Что такое православный путь России? Да, по вашему мнению. Ну, вы знаете, мне вообще странно это слышать, потому что вообще в России огромное количество атеистов. Кроме православных есть буддисты, мусульмане, иудаисты. Ну вот, безусловно, православие играло очень большую роль в нашей жизни. Но я полагаю, что после 17-го года и православие, и монархия себя настолько скомпрометировали, что, так сказать, в будущем о православном пути России, вот я такого пути не вижу. Спасибо за содержательную лекцию сегодня. Вопрос по вашему курсу истории, Сергей. Под него вы неоднократно говорили, что реформа в России появится в том случае, если военная реформа удаётся, и она вытягивает с собой все остальные. Вот, наступив я помню, с 2008 года у нас идёт военная реформа. Можете как-то прокомментировать? Она идёт направление того, чтобы удастся. Вообще-то все реформы идут в том направлении, чтобы удастся. Только одни удаются, а другие нет. Но из того, что мы видим, безусловно, боеспособность российской армии, она выше, чем она была в 90-е годы и даже чем в 2008 году. Выйдет ли она на, так сказать, такой уровень, как, скажем, у советской армии на рубеже 60-х, 70-х годов, когда формально страны Варшавского договора, по сути, советская армия, за 36 часов оккупировали страну с третьей по силе армии в Европе. Но вот если мы дойдём до такого, значит реформа удалась, значит, жизнь удалась. И тогда есть шанс, что подтянется и всё остальное. Так. Да, пожалуйста. Как Вы думаете, вот сейчас идут всяческие движения с британской валютой, крипты и британские фунты, сейчас что, где-то с сентября уже собираются изымать круглые вот эти самые фунты, значит, это самая фунтовая монета британская? Да, что-то так. Вы знаете, собираются изымать не только 50-фунтовые купюры, но и 500 купюров 500 евро. Значит, формальная причина, говорят, что где-то там много подделок и так далее. Я думаю, что реально это вход к тому, чтобы вообще изъять наличные деньги. Я думаю, что это в этом направлении начать с крупных купюр, чтобы перевести, так сказать, практически всё в систему без наличных расчётов. Я с этим столкнулся в Италии, когда мне, так сказать, нигде не удалось разменять 500 евро в прошлом году. Но в Великобритании, так сказать, проблема, только когда покупаешь, там, скажем, в книжном магазине на сотни фунтов пенит, и там до 98 фунтов, тогда у тебя возьмут две пятидесятки. А так это очень сложно. Я думаю, что это делается совершенно сознательно. Сначала они изымут крупные купюры, потом начнут изымать мелкие. И об этом, кстати, открыто говорят очень многие министры финансов европейских стран. У нас, к счастью, у нас нет такой техники, которая позволила бы изъять крупные купюры. А вообще купюры, я думаю, нам, хотя Греф всё время говорит, и Силанов говорят, что безналичный расчёт – это хорошо. На самом деле, безналичный расчёт, безналичные вот эти вот карточки – это установление полного контроля над человеком. Выступил-то против, например, власти раз, ну, это в американских фильмах об будущем есть. Человек пытается снять карточки, у него там ничего нет. Так что, я думаю, это связано с этим. У меня другого ответа нет. Да, пожалуйста. Презумпция лжи. Презумпция лжи. Нет, не так. Он говорил, изучали, как охотник изучает слона, чтобы с одного выстрела его. Да. Вы давно изучаете запрошенную систему власти. У меня творческая вопрос. Я понял. Так, рассмотреть, каковы могут быть эффективны, в общем так, в направлении до критических механизмов социального мирного контроля, но потом они можно ударить для того, чтобы эту бесчеловечную, в общем-то, систему, которая породила мировую войну над очисткой медициной, помочь ей отойти в мир иной. Мне интересует двадцать лет. Один, с точки зрения действий крупных стран и государств, это как сказано, Россия, Китай, Иран. И второй, с точки зрения той внутренней оппозиции, которая есть в заботных странах, которая понимает, что это дело и пытается бороться, как они могут организовать какие-то эффективные структуры, над которыми нельзя перехватить управление и так далее. Хороший вопрос. Вы знаете, какая штука? Вот, хотя на Западе изучали Советский Союз, как охотник изучает слона, завалить этого слона удалось, когда в самом этом слоне появились группы, которые решили его изнутри завалить. Вот пока эти группы не появились, ничего этого, это не работало. Придом, что Запад сыграл свою роль, но главное, на современном Западе таких сильных оппозиционных групп, которые готовы его завалить изнутри, нет. Скорее всего, если Запада завалят, то это его хозяева западной игры, которые его перестраивают в другой лад, но они сейчас полностью контролируют этот процесс. Поэтому вот с Западом, по крайней мере сейчас, так же, как вот с Советским Слоном, не получится. И Запад, как система, он, в общем-то, помощнее будет Советской Системы. По крайней мере, и в производственном отношении он будет сильнее, но и, кроме того, Советская Система начала, упустив в 67-м году возможность перехода к москопитальному, она начала постепенно разлогаться и возникла, как я уже сказал, тот слой, который был заинтересован в ее демонтаже. Если мы сейчас посмотрим на Запад и посмотрим, как идет голосование, основная масса западного населения в демонтаже не заинтересована. Что может опрокинуть Запад? Это огромная волна мигрантов, скажем, но дело в том, что даже эта волна мигрантов, она контролируется Западом. Это не значит, что нужно сидеть, сложа руки и ничего не делать. В Комитете государственной безопасности был хороший термин. Активное выжидание. Активное противодействие, активное действие, активное выжидание. Работа в режиме активного выжидания. То, что Запад переживает расстрельший кризис, я так сказать, действительно так. Но здесь нужно очень четко все рассчитывать. Вот представьте, сейчас рухнули Соединенные Штаты. Траст, они рухнут. След за ними. Что валится, какая страна след за ними? Китайская Народная Республика. Потому что она завязана. Что происходит, если рушится Китайская Народная Республика? В Китайской Народной Республике начинаются серьезнейшие волнения, типа гражданской войны. И это выплескивается все на соседей, в том числе на нас, куда выберут беженцы и многие другие. Поэтому рушить любую систему нужно, сказать, при полной уверенности, что обломки не накроют тебя. Поэтому у меня не вызывают радости, если говорят, что завтра в Соединенных Штатах рухнут. Они рухнут так, что накроют, так сказать, весь мир. Поэтому рушить нужно, когда, так сказать, приходит момент, и когда все готово для того, чтобы сесть на шлюпку и отплыть от тонущего корабля. Этот момент, на мой взгляд, не наступил, и так в ближайшие 15-20 лет не наступит. Так что работаем в режиме активного выжидания. Да, пожалуйста. Есть ли российские великие расколы? По каким линиям и на сколько частей они начнут расколы? Ну, вы знаете, чтобы ответить точно на ваш вопрос, нужна эйзайдерская информация. Мы прекрасно видим по выступлениям людей, что есть, в принципе, две группы. Я их когда-то назвал приказчики и контролеры. Приказчики – это те, кто готовы сдать страну транснациональным корпорациям хоть сегодня. Они не понимают, что их сразу же вышибут и посадят других, совсем, приказчиков. А их еще и отдадут под суд, чтобы, так сказать, толпе что-то бросить. И другая группа – это контролеры, которые не готовы сдавать страну. Они тоже готовы к неолиберальным реформам. Они не понимают, что время неолиберализма в мире прошло. Но они хотят, чтобы, так сказать, страна сохраняла суверентие. И попадают, так сказать, в вилку противоречия. Если ты хочешь противостоять приказчикам и их хозяевам, ты должен опираться на население. Но если ты хочешь опираться на население, то нужно заканчивать реформы. Те реформы, которые превращают здравоохранение в здравосохранение. Ну и так далее, и так далее. Потому что одних, одной военной силы для того, чтобы сокрушить супостата, маловато. Обратите внимание в истории, какие побеждали страны. Ну, например, если взять империю Франк. В одной империи, условно, откуда пришли мировинги из наиболее бедной области Австразии. Это нынешние территории Бельгии в основном. Почему? Потому что там социальная сплоченность и социальная солидарность были выше, чем в других областях. В грядущих в 21 веке социальных войн и социальных битвах выиграют, помимо прочего, наиболее сплоченные общества. Где очень небольшой разрыв между богатыми и бедными. Мы в этом отношении пока, так сказать, очень-очень не благополучны. Пожалуйста. Вот вы сказали, что православие, например, вот такой вот кризис, значит, после 17-го года. Сконфронитировало себя. Да, сконфронитировало себя. Но может быть, в этом плане вы не разделяете ни РПЦ и православие как систему, как идеологию, как верность, как философию, этику. Вы знаете... А с нами чего мы можем предоставиться и... Хороший вопрос. Вы знаете, это действительно интересный очень вопрос. Это очень серьезный вопрос для России. Если бы мы отказались... Ведь у нас даже сейчас зафиксировано, что у нас нет в стране идеологии. Хотя, де-факто, идеология есть. И на ней не сплотишься. И это действительно очень серьезная проблема для нашей власти и для нас всех. Православие... На основе православия, как мне кажется, точно мы не сплотимся. Поскольку, по-моему, православных есть масса других людей. Здесь просто атеисты. Я не атеисты. В качестве идеологии сейчас предлагается патриотизм. Это, так сказать, правильный ход. Но дело в том, что патриотизм, как идеология, должен, во-первых, сплачивать людей. Они не должны быть сильно неравными. А самое главное, в пантеонии патриотизма должны быть достижения, которым можно апеллировать. То есть проблема заключается в том, что большая часть достижений России – достижение советского периода. То есть это достижение социализма. А мы как бы строим, вроде бы, капитализм. Поэтому и последние 25 лет, хотя сейчас ситуация несколько меняется, но, так сказать, не кардинально. Последние 25 лет – это поливание грязи в советского прошлого. И в то же время победа в Великой Отечественной войне, Гагарин в космосе, масса всяких других достижений. Это советские достижения. То есть одна из задач, сейчас, идеологических нашей власти – это примирить имперское прошлое и советское прошлое, и перестать революции и поливаться. Это недостаточно необходимое. А что дальше? У меня просто нет ответа на этот вопрос. Я точно знаю только, что это не будет на основе религии, на основе православия. Ну, одного только православия нет, конечно, но если вкупе... А, то есть соединяться в мусульмане, православие? Нет, нет. А, как? То есть коммунизм и православие. Нет, вы знаете, вот эта вот схема, коммунизм и православие, как-то она меня... Понимаете, она не немножечко... Я не люблю окружку. Пожалуйста. Евгений Ильич, такой вопрос. В связи с тем, что недавно встречался Шизинский, да, вопрос такой... Я уже шесть интервью дал по этому, не пугайте. Нет, я такой вопрос. Видите ли вы в нынешней западной элите достойных противников, как бы, нашему мусульному миру? Ну, нет, ну, вы знаете, противник этой элиты в целом, вот, и, понимаете, такая штука. Вот посмотрите на современную западную элиту политическую. Макрон, Саркози, тот же Крамп, та же Клинтон, ее муженек, Буш-младший, кто там еще у нас? Блэр, Кэмерон, но он же создал, плохо заплакал, понимаете? Бжезинский и Киссинджер, это реликты той эпохи, когда были яркие люди, в элите. Вот как не относиться к Бжезинскому, враг, наш русофоб, но он яркий человек. И учитель его, Карл Фридрих, был яркий, Киссинджер яркий человек. И там были полницы. Я даже, вот сейчас, когда умер Бжезинский, я решил сделать такую серию почерков вот об этих людях, о наших врагах, которые ушли, и у которых нужно поучиться. Знаете, как Леотик говорит, чехи это то оружие, которое славяне отберил немцев, и против них направили. Мы, кстати, напрасно не учимся англосаксов. Нужно учиться и бить противника их же оружие. Ну, учиться нужно в основном, правда, у Бжезинского, у Киссинджера, у Пола, Ницца, у Уолта, Ростова. Там есть много таких ребят. Я не вижу серьезных, так сказать, вот столь же серьезных людей, как Бжезинский. Ну, вот у нас перевели, так сказать, несколько работ Каплана, там у нас ошибок. Ну, Бжезинский тоже ошибок не избежал, но тем не менее, это были люди значительно более масштабные. Вот на данный момент я таких людей не вижу. Я думаю, что эпоха ярких личностей на Западе вообще прошла. И Киссинджер, и Бжезинский, это люди из такого, я их не сравнил. Дегуль, Черчилль, Никсон, Кеннеди, безусловно, Эйзенхауэр, Макмилл, Бильсон. Это серьезные были люди. А потом пришли в той же Европе, пришла гопота, которая в 68-м году бузила студенты, которые рушили образование. Они подразмерили, составились, как Фишка, который стал министром иностранных Денгермании. Ну, это же гопота. И они таких же подтянули. Пришли такие же депутаты парламента. Так что посмотреть. Для меня приговор в западной элите, я посмотрел недавно фотографию 10 жен этих собак. Ну, вот лидеров, которые встречались, и из них жена премьер-министра Люксенбурга. И он стоит вот следить. Для меня это все приехало. Сейчас, секундочку. Сначала те, кто не задал вопросы. Пожалуйста. Спасибо, Абрегий Ильич. Далее все было возможно задать вопросы. Я хотел бы к вам, как гуру аналитики, обратиться. Я не гуру аналитики. Вот, упаси бог, я тут слово боюсь. Смотрите, в феврале прошлого года приезжал Кисельшер. Значит, информации о встрече никакой. Абсолютно. Прошло полтора года почти. Какие бы вы... Да. Вот, когда он приезжал в 2014 году, так, после событий сразу на Украине. Там связывали вы резид с ультиматумом о том, что если мы продолжим там выступление в Реуполь, нам отключат свист, ну и так далее. Может быть это так, может не так, но тем не менее это связывается с этим месяцем. Вот могли бы вы назвать события за прошедшие вот эти годы и четыре месяца, которые бы свидетельствовали о том, ну по вашему разумению, что вот в феврале 2016 года именно вот эти вопросы обговорили? Я думаю, 15-го. Нет, в прошлом году. А, в прошлом году, я думаю, Сирия. Мне ничего больше в голову не приходит. Сирия. И кроме того, есть вещи, о которых мы не знаем, которые связаны, возможно, с какими-то хитрыми комбинациями. Я поэтому вам это как зурой наличие. Да, вот у меня кроме Сирии ничего в голову не приходит. Позвольте до второго вопроса о нашем внутреннем положении. Значит, вы в конце 2016 года дали такое интервью про каждый день, суд которого совместно, что без зачистки, ну или нейтрализации пятой колонны в стране, значит, 17-й год будет очень проблемным, и нам не удастся двенадцать вперед. Значит, сейчас вот вы назвали буквально ряд событий, которые свидетельствуют о том, что борьба подковерная. Ну, пока что-то там убийство, следственные заряды человека. Ну, убийство это не подковерная борьба, это речь идет о том, чтобы скрыть убийителя. Заявление, значит, Буберга. Да, 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 октябрьские заявления, да, конечно, идет борьба, да. Вопрос, да, значит, летние, как вы только что сейчас сами сказали, нищие, так, значит, левое движение, собственно говоря, находится, ну, КПРФ, понятно, все это уже стало карманной партией Крымля, так говорится. Ни одного телеканала, который бы отражал левое настроение, даже в интернете нет. Недавно на телеканале Динго сказал Фифилов, стал вдруг опролагировать вот этот вот снос этих пятиэтажек в Москве, казалось бы, если уже даже президенту там на священии говорит, что не надо с этим себя ассоциировать, то есть это явно ему популярная мера. На кого здоровая сила в нашем обществе, которые хотят бить на Россию, могли бы сейчас опереться, по вашему предмету? У меня ответ очень простой, не знаю. Я не вижу, вот на данный момент я этого не вижу. Но дело в том, что, как я уже отвечал на этот вопрос, в острый, визитный момент, сила, которая, вот, так сказать, как магнитный, магнит собирает ответы, она возникает очень и очень быстро. Пример, 17-й год. Сначала надвели на Сумьябе, когда он сказал, есть какая партия, а потом уже через 6 месяцев было очень-очень не смешно. И исторический процесс, на мой взгляд, не происходит так, что вот сплачиваются сначала и, так сказать, пробиваются, и пробивается некая стена. Чаще всего происходит другое, происходит раскол элиты, а уже под этот раскол подбиваются, так сказать, подбиваются некие процессы, которые, если они набирают инерцию, то они сметают уже существующиеся порядки. Согласитесь, что раскол на лицо? Он, безусловно, не дошел до определенного уровня. Более того, я думаю, что до президентских выборов, скорее всего, он так и не дойдет до, так сказать, точки кипения. Я думаю, что элиты постараются проскочить президентские выборы, так сказать, достигнув некоего консенсуса. Я не знаю, получится у них это или нет. Но, как правило, в предвыборный период, смотрите, американская элита при всем, вот, так сказать, жестком противостоянии Клинтона и Трампа, они проскочили, они отложили выяснение отношений, так сказать, на потом. Как правило, перед вот такими вещами элиты понимают, что закончиться может плохо для всех, поэтому они притормаживают. Ну, вот у меня... Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, большинство вещей, которые мы сегодня давали, по-девятому, Андрею, это разведпризнаки. И сегодня по Евроньюсу был такой разведпризнак. Адам Моркель сказала, что Германия возглавит новую Европу, опору на собственные силы, дистанцируемся от США и будем пробиваться вперед. У меня вопрос. Комсомолка хочет порвать канцлер-акт или это провокация, какая-то попытка дезавировать ситуацию? Потому что она сказала это, мы понимаем, что вслед за этим должны идти какие-то действия. У меня будет второй партнер. Ну, вы знаете, вообще, Меркель, если вы внимательно смотрите, что она говорит, она может сказать одно, завтра она скажет совершенно другое. Я думаю, что на самом деле на данном этапе Меркель занимается тем мелким шантажом Соединенных Штатов, чтобы договориться, чтобы сбить ту цену, которую Германия готова, скажем, внести в общеевропейский, вот этот вот кошель, вот эту общеевропейскую, скажем, калитуду. Но в чем заключается правда, как я уже говорил в последние несколько лет, в Европе есть очень серьезные силы, заинтересованные в том, чтобы Соединенные Штаты их не съели. И в Соединенные Штаты, тот же Трамп, в этом отношении, в принципе, с этими силами совпадает совершенно по, так сказать, другой линии. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но у меня создается впечатление, что мировая верфушка перешла к принципиально новому. То есть у нее всегда был этот проект, но он был как на заднем плане, но сейчас он пробился. У меня впечатление, что они переходят к принципиально новому проекту глобализации. Если раньше они полагали, что они смогут накрыть всю планету и так или иначе ее контролировать, сейчас совершенно понятно, что глобализация, их сохранение привилегий и власти сохранится только в том случае, если будет создано 100-150 таких оазисов в мире, какие-то плавучие, какие-то, например, Сингапур, Шанхай, Гонконг, в которых и сконцентрируется глобальная власть и глобальная экономика. И эти структуры будут связаны между собой, так сказать, воздух, космос, океан, а между ними будут, так сказать, выброшенные территории и просто огромные такие красные пятна. Вот такое красное пятно прямо сейчас превращается в Ближний Восток большой, и я думаю, что скоро начнет в него превращаться Большая Центральная Азия. То, что делает сейчас Меркель, если это моя догадка верна, то это попытка начать в Европе процесс выделения таких зон просто, а другую часть Европы сбросить. Ну, кстати, у нас уже есть такое красное пятно между Европой и Россией, это Украина. И, в принципе, его можно расширить при желании. Оно может быть расширено и на юг, и на север. Так вот, я думаю, что разговоры о том, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на себе, Европа должна сосредоточиться на себе, я думаю, что это постепенное выворачивание курса глобализации к точечной глобализации и к выбрасыванию большого количества регионов вообще. Об этих регионах никто не будет заботиться, они будут уходить. Может быть, Меркель имеет в виду это, но это, так сказать, такой дальний процесс. По крайней мере, создание вот таких диких зон, оно будет, безусловно, увеличиваться. Я думаю, что скоро, очень скоро, как только в Сирии закончится так или иначе конфликт, или, так сказать, вас сломают, или, например, все закончится разделом, скорее всего, Сирии на три зоны, вот этих мой ребят, которые сейчас там воюют, их перебросают в Центральную Азию, тех, кто не захочет, их просто выдавят туда, поскольку их там будут, на ББВ их будут убивать. И начнется заворова в Центральной Азии, и возникнет такое же, такое же красное пятно между нами и Китаем, как сейчас есть красное пятно Украины между нами и Европой. Я думаю, что все крутится вокруг, а вокруг этого. Дай, пожалуйста, армию. И вот еще, после данных ваших преступлений, вы, как раз сказали, состояние розыгрыша брак Федоров и деньги Ватикана. Соответственно, три, два и два. Мы о триллионах говорим, конечно. Да. Первое, что-то известно про Баруков, и слышали ли вы про семью Раяди? Про семью? Раяди, или не яди? Раяди, да, я слышал, но я плотно не занимался. Значит, что касается семьи Барукова, дело в том, что, как говорил один из героев романа Роберта Плендворна «Вся королевская рай», доллары хороши до известного предела. А Сталин, так сказать, дальше имеет значение только власть. У Баруков, статус Баруков в мире, он намного выше статуса Ротшильдов и Рокфельдов. Поэтому, даже если у них будет меньше денег, это не будет иметь никакого значения. И даже то, что нынешний Баруков не является галактическим евреем, у него мать, так сказать, прусачка, это не имеет никакого значения. Статус этой семьи настолько высок, что, я думаю, скорее всего, денег у них меньше, чем у Ротшильдов и Рокфельдов. Только нужно помнить, что деньги Ротшильдов – это общак примерно 15 семей. Поэтому я называю условные Ротшильды. И дело не только во власти материальной. Очень важна метафизическая власть, начиная с власти, вот как голой власти, заканчивая положением в оккультной иерархии. Это тоже очень большое значение имеет. Так что в этом отношении, как мне кажется, варухи очень важны. Обратите внимание, о них не очень много пишут. Вот Ротшильд и Рокфеллеры, ну просто вообще, куда ни прийти, Ротшильд и Рокфеллеры. Даже наш первый канал уже о Ротшильд и Рокфеллеров рассказывают. Раньше это было Рент-ТВ, теперь наш первый канал о Ротшильд и Рокфеллеров. Туфкин, Дотопын, слава богу. Есть масса других интересных семей, интересных персонажей, которые играли большую роль в истории. И они очень мало что известны. Например, если говорить о советской зоне, вот такой детик, Вильям Мюнценберг, коментарный ский человек. Была масса интересных, был очень интересный персонаж, старший брат Яна Флеминга Питера, который придумал термин «шестая колонна». И масса других людей. Так что, это вот что касается, так сказать, баровок. Неважно, сколько денег у Ротшильд и Рокфеллеров. Важна ли я? Сейчас, секунду, пожалуйста, вы, Николай. Андрей Викторович, здравствуйте. У меня вопрос про образование. В последнее время, в последние годы происходит совершенно печальная тенденция реализовывания. Разрушение образования, на мой взгляд, в частности, например, многие школы, которые являются авторскими, при этом они не коммерческие, и многие не вписываются в ту парадигму, в которой предписывается системное образование, они всячески пытаются, вернее, не всячески пытаются разрушить шкуру в этом случае. Как родители могут предустоять этот процесс? Что можно сделать? Знаете, мне этот вопрос постоянно задают и мои знакомые, и, так сказать, мои студенты, у которых детишки подрастают. В частности, мне очень много задавали вопрос этот весной, потому что вы знаете, что... Да, я вижу все. Да, что с первого сентября московские школы переходят на электронные учебники. И я уже не говорю о том, что это большая нагрузка на глаза, дети там будут, так сказать, набирать пальцами и не будут, так сказать, прописывать. Вот. Что значит не будут прописывать? Это значит мелкие нервные окончания, так сказать, здесь они не будут работать. Кроме того, ну, скажем, если человек правша, то акт написания, он тренирует левое полушарие, и наоборот. Те люди, так сказать, которые вот моего возраста, родился в 51-м году, пошел в школу в 58-м, но и даже мой сын, когда учился, они первые полгода учили карандашикам писать за колючечки, потом, так сказать, уже, причем не шариковая ручка, естественно, вот тем, что макается в чернилах и звездочкой. Первым звездочкой писали. И это очень важная вещь. Но я советую родителям, которые сейчас полгода с этой проблемой дома, учить детей писать за колючки и так далее, получать образование вопреки этой системе. Никакого другого выхода здесь совершенно нет. Поэтому я с вами, студент, все время говорю, учитесь, потому что вы учитесь сейчас не только для себя, но и для своих детей. Да, пожалуйста. Андрей Ильич, вот, кстати, вот только это самое, немножко на эту тему. Значит, не кажется ли вам, что наше общество не желает самоорганизоваться для решения своих проблем? Значит, в отличие от Британии. Смотрите, Британия, клубы, 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 особенно 19-20 век, и уделилась в такую твастинскую компанию, которая подарила Индию огромную. Дальше что? Насчет образования. Значит, народ не хочет организоваться никак. Например, пожалуйста, вот надо этот молодежный знать английский язык и учить его в 5-10 лет быстрее. Значит, у меня написано, работа сделана, работа, вот она здесь. Не могу не сдать, в принципе. Значит, я попрощаюсь и врач. Объехал больше школу мира, как говорится, и прочее, прочее, прочее. Вот. Не могу никак не сдать, и нигде официально не могу умедрить. Хочу я к президенту, а в школу и прочее, прочее. Всю другое. Понятно. Ваш вопрос в чем? Значит, что? Дальше что? О нашем обществе. Что проблема в обществе, которое не желает организоваться, чтобы решить свои проблемы. Да, есть такая вещь. Это действительно серьезная проблема с самоорганизацией. Но, когда вы говорите о Великобритании 19-20 века, там была самоорганизация не общества, а, прежде всего, господствующих групп. Клубы, ложи, это не, так сказать, не в особо. Вообще, в принципе, общество везде самоорганизуется, скажем, прежде всего, по линии господствующих групп. Но специфика власти в России была такова, что у господствующих групп своей самоорганизации не было. А, как правило, вниз, транспируется самоорганизация, так сказать, вверху. В то же время, русская история показывает, что в сложных, кризисных ситуациях общество очень быстро самоорганизуется. Это показала и первая смута, и вторая смута. То есть, к сожалению, но это факт, русским для того, чтобы самоорганизоваться, нужна очень-очень острая социальная ситуация, когда на кону стоит быть или не быть. Тогда русские очень быстро и очень хорошо самоорганизовываются. Да, пожалуйста. Такого детей тоже. Вы ювенальную юстицию, которая была проведена в лет 16-го года, вы считаете, что это столь важным? Нет, я знаю это. И у нас об этом, я нельзя мне не ответный, мы обязательно это зафиксируем. У нас, я повторяю, наш институт системно-стратегического анализа будет перевыпускать такие покет-покетские книжечки, основные события. Там ювенальная юстиция есть. Но я сначала бы очень опасался у нас ювенальной юстицией, но потом я понял, как это делается. У нас никогда не будет так, как в Швеции и Финляндии. Просто система другая. Это не значит, что за этим не нужно следить и не нужно этому противодействовать. Нужно обязательно пресекать на камеру. Это вредная вещь. Ну, тем не менее, вот сейчас, буквально недавно, она была по праву на ребенка, она была в Бринляндии, да, из семьи, из достаточно нормальных, и потом приходят к ним и называют слово, чтобы... Да, это понятно, это понятно. Вы знаете, ну, вы имеете в виду реакцию, да? Вот она буквально только недавно сняла с ключей, вот и добавляла. Ну, вы знаете, вот если у нас придут, я думаю, что реакция родителей будет очень жесткая и... Приходят, приходят, приходят. Нет, мы собираемся, в России уже... Понятно, ну, я думаю, что эти вещи должны будут решаться просто в судебном порядке. Вот. И я... Я понимаю всю опасность и вина в инвестиции, но что-то мне подсказывает, что у нас в России эта штука не пройдет. Под самую на плечи. Вот в протестантских странах, это сколько угодно, даже в католических странах, это едва и пройдет. Так. Кто у нас еще? Это, секунду, что ли? Давайте. Да. Дмитрий Ильич, советником Трампа по высоким технологиям был назначен Питер Тиль, миллионтера силиконовой долины. У него есть статья 11-го года, называется «Конец будущего». Он говорит, что за последние десятилетия весь прогресс свелся к IT и продвигает точку зрения, что нужно развивать новые источники энергии, космос и так далее. Значит ли тот факт, что его назначили советником президента по высоким технологиям, что существует спрос среди огнякарской элиты или среди топайной элиты на развитие активного технического прогресса? По крайней мере, среди части существуют, безусловно. Но есть другая часть, которая, как вот, сделала этот выбор в 70-е годы в пользу компьютерных и IT-технологий по целому ряду причин. Да, и не случайно сейчас заговорили опять о возвращении космоса. И, кстати, я не знаю, случайно это или нет, совпадение. У нас сейчас стали активно переиздавать хорошую советскую фантастику. Причем не только первых лиц, а, скажем, Савченко, Кузьменко, Мира. То есть сейчас какой-то у нас идет, ну, не ренессанс, потому что по тиражам это не как-то ренессанс. Но, в общем, очень много переиздавать стали у нас хорошие советские космические фантастики. Подождите, подождите. Сначала задаю вопрос, если кто не сдал. Да, пожалуйста. Да. По поводу, вы могли бы, так сказать, значит, сначала такая ваша фантастиканская, в МВЦ середине лета, ну, два дня будет идти, типа, выставки, еще чего-то, не готовить в будущем. И вот так вот все эти тысячи уже в Москве разрешены. То есть я думаю, как раздельно. У меня интересен такой вопрос. Вы говорите, что Украина, которая красная зона, может быть, такой вариант, Украина, сейчас что-то больше и больше, разные сомнения, источники, что все-таки Украина внутри сделана, может быть, такой вариант, что какая-то небольшая часть Украины становится, как бы, аналогом Черногории, и через какое-то время становится, как бы, не в Украине, а в Январе, не в Украине внутри, не в Украине, который становится членом Украины. Я не исключаю такого варианта, но дело в том, что я вот знаю из-за слов тех моих коллег, которые общаются с западной публикой, ну, западная публика европейцев. Они в ужасе от того, с чем они столкнулись на Украине, они говорят, какое счастье, что у них нет ядерного оружия, и какое счастье, что они не члены НАТО. Так что, скорее всего, это не произойдет, потому что народ в Украине горячий, вот, и могут, могут устроить массу неприятных вещей. Это что Чернобыль покажется шуточками. Аналога Калининграда здесь? Ну, абсолютно не может. Что это? Аналога Калининграда. У нас Калининград, а у них? Нет, думаю, что нет. Я думаю, что они пойдут, все-таки, по другому пути. Проще ли создать, проще ли создать дубные стабильности по периметру наших границ, и отсечь нас вот этой зоной, с одной стороны Россию от Германии, с другой стороны Россию от Китая. И огромные вот эти вот красные пятна, которые просто пересечь, пересечь будет нельзя. Причем, вы знаете, вот эти вот подстанцы, которые выявили в этих красных пятнах, они очень существенно отличаются от национально-освободительных движений 20-го века. Ведь как только возникало какое-то национально-освободительное движение, оно сразу заявляло о себе миру. А здесь очень часто люди просто, скажем, занимаются своей деятельностью и никак о себе миру не заявляют. Они просто, скажем, занимаются наркотиками, занимаются, скажем, там, качают дешевую нефть. То есть это такая почти зона невидимка. Вот, очень хорошо эту зону невидимку изобразил Александр Афанасьев в двухдомнике зоны заражения, который недавно вышел. Единственное, он там описывает, что там возник халифат на этой территории. Я очень сомневаюсь, что кто-то допустит там возникновение халифата. Их сами не будут с собой, и надо договориться. Да, пожалуйста. Вопрос отмельчен немножко, но в какой-то степени касается будущего. Знаете ли вы о проекте «Генера», что вы о нем думаете, о его реализации? Ну, я знаю. Вы знаете, мне уже задавали этот вопрос. Я памятник, года три назад, я залез в интернет, смотрел, что такое проект «Генера». Ну, как-то меня это не вдохновило и не заинтересовало. Я посмотрел и, в общем, не стал. Сам информацию получил и, может, я ошибся. Но он меня не заинтересовал. У меня первый маленький вопрос. Это в последнее время у нас несколько лет уже много полюбило иностранцев Россию, принимают православие. Можем ли... И переезжают, живут, и заводят семьи здесь. Можем ли мы это рассматривать, как один из элементов закладки, ну, генетические закладки на будущее? Нет, извините, из того, что я... Вот я видел, что встречался с такими людьми, это люди, которые бегут от Запада в Запад, и которые не хотят, чтобы их детей в школе, так сказать, просвещали по поводу гоносексуализма, инцесты и, так сказать, прочих вещей. Это люди, которые действительно бегут бегом. Вот я разговаривал на Алтае с двумя немцами, правда, немцы, которые в возрасте 10-11 лет отсюда уехали. Но они вот приехали, может быть, здесь что-то, может, в Россию будем. Ну, я говорю, а чего вы? Говорит, вы понимаете, какая штука? Вот здесь мы гуляем, мы, говорит, устали, мы прислонились к забору, сидим, ну, чей-то забор, частного дома сидим, и все, у нас никто не бегут. Попробуйте в Германии сесть. Тут же мой хозяин скажет, сейчас на собственную Столковскую, пошли отсюда. Вот, и здесь интересно жить. Так что, в зарекламентированной жизни, когда соседи следят, сказать, сколько ты собираешь, вот, например, в одной из земель Германии, есть такой закон, что ты можешь дождевую воду собирать только, вот, сказать, небольшой тазик. А вот, если ты в почву поставишь, то соседи тоже позвонятся в полицию и будут горды очень этим, что они позвонили в полицию. Вот, но ясно, что нормально труден, мне нравится. Еще короткий вопрос. Устинов-Чавамей, насколько там роль в Суслово? Вы знаете, роль... Да, я всем рекомендую книгу Бодрихина «Чавамей из Жозел». Потрясающая книга, ее трудно найти. Очень рекомендую. Вы знаете, у Суслова была роль другая, просто он вытащил, так сказать, того человека, который вместе с Кустиновым по своим ведомственным интересам он, так сказать, гробил то, что делал Чавамей. Чавамей, Бодрихин это хорошо описал. Суслов вытащил антропов в свое время. Так же, как когда-то Бусин вытащил Суслова. А в этой, по поводу Чавамея, я не думаю, что это было в зоне интереса Суслова ведомственная. Там была чисто ведомственная борьба. И последний вопрос. Что-нибудь по поводу шотландских кланов и кельтской мифологии, особенно вот с Кэрри, история эта смешная, когда они говорят, что ткнули пальцем в карту и вот назвать так, фамилию они выбрали? Ну, эту историю я не очень знаю. Вообще, у нас за последние годы издана масса, у меня штук пять стоит книжек, кельтская мифология, шотландская мифология. То есть, посмотрите, в интернете этой литературы очень много. К вопросу, когда у нас падали самолеты, это как раз Гесен-Кобурги, Испания, Голландия и Британия, там очень, если посмотреть именно на календарь кельтской мифологии, очень интересные даты выпадают. Особенно, к примеру, та зона Шотландии, которая относится к Кэрри, именно там же произошла, напротив этой, скажем так, территории, произошел разгром испанской армады. Ну, не знаю, я такой информации не обладаю. Так, стук, пожалуйста. Как вы сказали, у нас приказчики есть, да, высокие чиновники, всякие там Силуановы, Грефы, Кудрины, которые откровенно призывают к оплублению западных интересов, там Греф, деградация населения там к опуску образования призывает. Нет, ну, дело в том, что Греф на данном, на самом деле, в данном случае фиксирует, так сказать, происходящую реальность. В данном случае с ним не поспоришь, да. Вот, и Кудрин сейчас стал советником, а в 18-м году... Я его всегда был советником. А в 18-м году он еще хочет, по-моему, там, министр, что ли уклоняют назначить финансы? Крептический вопрос в чем? Это они откровенно, то есть, лоббируют западные интересы, почему их вот не выкинут в власти, не расстреляют? У меня, вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. И, кроме того, власть устроена так, в любой стране, что среди элит есть некие договоренности, и элита начинает лить кровь уже, так сказать, когда других способов, так сказать, не остается. Кроме того, вы знаете, элита в любой стране устроена так, что, несмотря на все их противоречия, одна часть элиты значительно ближе к другой части элиты, чем все они вместе к народу. Это во всех странах, во все времена. Поэтому, чтобы одна элита начала мочарить другую, это нужна ситуация нашего 37-го года, когда уже речь пошла о том, что либо одни, либо другие. Вообще элита старается таких ситуаций избегать. Да, пожалуйста. Был сейчас саммит НАТО, и все что-то привлекло ваше внимание, когда поймал фотографии. И осенью была Германия. На что, может быть, тоже возвращать внимание, чтобы развить эту элитию? Ну, вы знаете, ну, вот в Германии, скорее всего, Меркель опять победит, потому что 38%, которого ее поддерживает, 25% социал-демократов. Но, вы не узнаете, может быть, какой-то черный лебедь прийти, эта ситуация изменится. Хотя, думаю, что, скорее всего, Меркель останется на своем посту. Она очень многих устраивает. И, кстати, сам тот факт, что у немецкой элиты нет никого, кроме Меркель. Вот здесь тоже, естественно, сдал бог и заплакал. Вот. Смотрите, что мне пишет Коль, которого она предала. Но он пишет это не только потому, что она предала, он вообще очень скептически к ней всегда относился. Вот. Так что, ну, живо увидим. Я не знаю, на что нам обращать внимание. Вообще обращать внимание нужно на все. И даже при том, что вот смотришь, ну, какие-то вещи все равно, скажешь, пропускаешь, а потом вылезает какая-то штука и начинаешь смотреть, а что этому предшествую? Сейчас, секунду. Давайте, кто? Вот, давайте. Здравствуйте. Я думаю, вопрос. Как вы смотрите на ситуацию с мигрантом? Кто в России и, в частности, в Москве? Ну, то есть, это естественный процесс? Ну, как бы, что не... Понятно. Ну, вы знаете, процесс такой. Люди зарабатывают деньги. Легче взять мигранта и платить ему копейки. Но доходит до серьезных вещей. Я вот недавно вызывал дважды, так сказать, в течение недели такси. Вот. И должен был приехать таксист. И мне приходилось, пришлось вторично звонить. Потому что таксист, который приехал, звонил мне. Он русский, по-русски, плохо. Говорит, я его не понимаю. Он не понимает меня. Вот. В одном случае, значит, я знал, подоехать. В другом не очень. А у него навигатор отказал. Он Москву вообще не знает. Человек не знает Москву, не знает русского языка. Я понимаю, почему я его беру на работу. Потому что он, ему можно платить пять копеек. Так что это, так сказать, процесс, связанный с, чисто сказать, денежными вопросами. Да, пожалуйста. По поводу реновации. Возможно ли какие-то скрытия? Не знаю. Не знаю. Сейчас, секунду. Сначала задайте кто. Да, пожалуйста. На москваторе вопроса. Интересно ваше мнение. Откуда у нас растут ноги? Откуда ноги растут у геноцида евреев? У того времени, в котором мы войны? Все-таки это было какое-то задание? Какая-то в истории? Или отрикошетил вопрос? Знаете, целую лекцию нужно читать. Причем сначала нужно посмотреть в XIX век. и рассказать о целом ряде процессов, которые шли в Германии, во Франции, в США и в самом еврейском мире. Так что вообще проблема Холокоста это проблема очень такая хитрая. Хитрая, причем со всех сторон. И со сторон противников этой идеи, и со сторон тех, кто ее проталкивал. Но, повторяю, это очень-очень такой серьезный вопрос, который связан не только с еврейской проблематикой, а с общей европейской. Это вопрос европейской истории. Вы знаете, есть такой фильм у Шахтаза Карена Шахтазарова, «Белый тигр». Наверное, смотрели. Ну, это такой мистический фильм о Великой Отечественной войне. Причем Шахтазаров честно сказал, когда его спросили, почему он поставил такой мистический фильм, он сказал, что фильмы не мистические, деланные в Советском Союзе. И такого уровня достичь о фильмах о войне, которые были достигнут в Советском кинематографии, тем более, что очень многие люди воевали, ну, просто, так сказать, невозможно. Я поэтому, когда сейчас смотрю фильмы о войне, которые поставлены сейчас, в 90-е, в нулевые, ну, это как вот, либо реставрация, либо компьютерная игра. Потому что... Вы видели, снимали на истер, потому что он серьезно. Да, вот. И, значит, там, в конце этого фильма, в конце фильма там сюжет такой. Сидит Гитлер, то есть он жил, и журналист у него берет интервью. Гитлер говорит, я не понимаю, почему нас так все обвиняют. Ведь мы сделали то, что... сделали то, о чем всегда мечтали европейцы. Европейцы всегда не любили два народа, русских и евреев. А мы, нацисты, циал-социнический парад, мы просто реализовали вот эту мечту европейцев избавиться от этих двух народов. И я не понимаю, почему нас так не любят. Вот этот сюжет, сам антифильм, вот этот диалог, он очень такой интересный. Так, сейчас, секунду, давайте вот кто, кто не задавал вопрос. Так, пожалуйста, вы. Да. Спасибо, Андреич Залейцев. У меня такой вопрос на обратную историческую перспективу. Скажите, а какие вы считаете моменты точными возвратами для Советского Союза, который прошел, где были, 60-й? 67-й год. 60-й. Все, 67-й год. Все, все. Дело в том, что в 67-м году советская номенклатура сознательно упустила шанс, заблокировала превращение системного антикапитализма в посткапитализм. Вот. У меня, сейчас наш институт выпустил двухтомник Федора Розакова. Мы начали большую серию. Жизнь замечательных лет. 60-е годы. Но начали мы не с 60-х годов, а с последнего 50-го года. 60-й. Это последний 50-й год. Это двухтомник. В первом там 845, страница во втором 600. Это каждый день Советского Союза в 60-м году. Что было? Решение партии правительства. Кто как всегда стоил хоккей-футбол? Сколько стоила колбаса? Ну и так далее. Я написал большое предисловие страница 60, которая называется это было недавно, это было давно, 60-е годы, переломный момент в истории СССР и мира. Кстати, упустив шанс превратиться в посткапитализм, Советский Союз упустил шанс действительно опрокинуть капитализм и тупая советская номенклатура, спасая свои убогие привилегии, но они были не убогими в ее глазах, по сути дела она заблокировала переход человечества на другую ступень. 67-м год. Кстати, отчасти это хорошо описано и не гибридрительно про человека, потому что человек вместе с Академиком Глушковым и Филимоненко, который забыл холодный термоэк ради синтез, вот эти три человека, они создали базу для превращения в посткапитализм. Номенклатура угробила это все, у Филимоненко вообще отобрали техническую, экономическую документацию, Глушкова тоже, так сказать, и с Чаламеем все тоже самое. А как только номенклатура оказалась только в посткапитализм, что оставалось? Оставался детанс с Соединенными Штатами, оставались убогие реформы Косыгина-Либермана, которые расшатывали ситуацию, ну и нефть подвернулась, которая еще больше услугой была ситуация. И вот смотрите, ведь какая штука. В 60-е годы советская номенклатура удачно сыгралась Ротшильдом против Рокфеллеров, тактический выигрыш. В 70-е годы с нефтью великолепно сыгралась Рокфеллеров против Ротшильдов, опять тактический выигрыш. Но стратегически это вело к поражению, потому что на этих победах экономически формировалась та группа номенклатуры, которая хотела превратиться в собственника и хотела влиться, хотела, чтобы ее записали как плохиша буржуиста. То есть вот эти две тактические победы обернулись стратегическим поражением. Да, пожалуйста. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Что за лекцию? Вот по четвертому мастеру и Шойку с уверенностью 99% заявил. Шойку хотя бы заявил, что когда 99% уверенность в установлении причины катастрофы ТУ-154 в городе Александр был халилок плаву заряжен. Там много абсурдных версий было. Хотелось бы вашему мнению. Ну, в интернете я могу сказать, что я знаю об этом заявлении. В интернете была версия о том, что здесь явно украинский след, что они каким-то образом к этому имеют отношение. Не знаю, поживем, увидим. Так, я хочу сказать, что у нас осталось 12 минут. Так, задаем вопросы тех, кто не задавал еще. Пожалуйста. Здравствуйте. Я подвечу. Какой вопрос. Ходит мнение, что мы возбегаем сейчас в компанию, сейчас платим тайм. Так, еще раз. Ходит мнение, что мы возбегаем сейчас в компанию 90%. Сейчас платим тайм. Как это видите? Ну, вы знаете, и да, и нет. Мы вкладываем в Чечню, мы, так сказать, Чечня замерена. И, в общем-то, в истории крупных империй бывали такие ситуации, когда вкладывали, скажем, в некие регионы, они поднимались, и это создавало, это решало целый ряд проблем. Можно считать, можно считать это данью, можно считать по-другому, можно финансовым вложением в безопасность на Кавказе, которая является уязвимой зоной. То есть, в любом точке зрения будут справедливы. Стоп. Да, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порекомендуйте источники информации, может быть, газеты какие-то, информагенции, журналы, какие-то персональные передачи, откуда чекать информацию. И второй маленький вопрос. Пять главных книг, чтобы понимать, что происходит на все времена. Вы знаете, пять главных книг, я не знаю, пять главных книг. Я бы сказал так, есть целый ряд авторов, которые создают настроение для понимания. Один из них Олег Маркеев, безусловно. Что касается книг, знаете, я не знаю таких книг. Я не знаю. что касается источников, ну смотрите, например, есть замечательный, мне как раз мы с одним из участников нашего предприятия обсуждали этот вопрос. Есть такой сайт переводика, и на СМИ, конд, сайт Вольтер Телемисана. Вот. Но надо подумать, надо подумать. Сходу, вот сходу так не скажешь. Потом, есть целый ряд англо-франкоязычных сайтов, которые можно смотреть. Немецкоязычные сайты слабые, потому что они ходят, фактически, территория оккупации, находится. Англоязычные и правоязычные сайты есть, есть довольно интересные. Надо подумать. Я вам вещаю, что вот в сентябре я напишу список сайтов 15-20, которые я, так сказать, заполню эти поменющиеся участки. Вот. И стараюсь ответить на ваш вопрос секунду, секунду. Да, У меня Казахстан, Астана. Это международный финансовый центр с элементами английского права. Переход на латиницу. Можем ли мы с одной стороны предполагать, что это формирование будущего анклава, о котором мы говорили в зоне красных пятен огромных? Да, безусловно. Безусловно. И второе, как элемент проецирования и в дальнейшем переносе, собственно говоря, английского права в рамки юридического поля России. Потому что у нас все равно... Но это не Россия. Я понимаю, но готовить-то все равно будут как соседние государства, знакомления. Вы знаете, здесь 50 на 50. Но вот в зоне... Вообще, сейчас очень интересно еще одна тенденция намечается. Начинают возникать наднациональные, частные, военные и разведывательные структуры. Вот бывший начальник, бывший создатель Blackwater, по-моему, инцему фамилия, и некий гонконгский миллионер, они сейчас создают две такие зоны, где будут тренировочные лагеря вот этих частных, наднациональных, подчеркиваемых, частных военных разведывательных структур. Она будет, одна будет обеспечивать северную часть вот этого, один поезд, один путь, а другая южную часть. Но это очень, это очень важный момент. Мы начинаем, мы сталкиваемся с ситуацией, когда уже возникает не просто частная военная корпорация, ЧВК, как, например, там Blackwater, а наднациональные частные военные корпорации. Этого следовало ожидать, потому что транснациональные корпорации могут быть невоенными, но то, что один поезд, один путь будут охранять наднациональные частные военные структуры, говорит о том, что очень многие группы мирового правящего класса в этом пути заинтересованы. Другое дело, что от этого останется китайцам, а что наднациональным группам, ну это уже вопрос на вопрос. Стратфор как раз, Андрей Ильич, Стратфор. Да, да, и маленький еще момент, это то, что у нас иностранная документалистика, ни разу ничего не сняла про славян, первый момент, второе, буквально сегодня ночью я услышал по радио шансон, это русские народные песни, перепетые по-новому, мотив русский народный, а текст и смысл другой, и русская православная церковь, это святой Патрик. Вы знаете, с тем Патриком очень интересная вещь, дело в том, что ирландское христианство, католики ненавидят так же, как православных, и Патрик существовал, то есть, с формальной точки зрения, православие ничего здесь не нарушило, Патрик существовал до раскола, но сам факт, что у нас появляются Хэллоуины, Патрики и так далее, это, безусловно, курсную часть православная церковь, православная церковь, который собирается сильно замеряться с Западом, и когда, скажем, представители НРПЦ говорят о воссоединении церквей, но с точки зрения православия, я, в данном случае, атеист, мне все равно, но с точки зрения православия, о каком воссоединении церкви может идти речь, ведь раскол признан был еретическим, то есть, это не воссоединение церкви, православные люди так не могут говорить, на мой взгляд, атеистично. Да, пожалуйста. Три вопроса, Андрей Ильич, вот первый вопрос касается к ним, понимали, Александра Афанасьева, его, по-моему, в первой части Радонии, там, ну, такую структуру, как Сафари-Пут, то есть, объединение разведок Франции и разведок Ближнего Востока, которые сыграют свою роль в провокации вот у наших поисков в Гранистан, вот, и вот, вы сказали, вот, Ближний Восток, я что-то чувствую, что структура действует там. Ну, я не думаю, я думаю, что структура Сафари-Путушкина, но такие структуры, которые объединяют разведки бывших метрополий и бывших колоний, ну, так и должно быть, и есть целый ряд, например, семей арабских шейхов, которые в трех-четырех поколениях учатся на Западе, которые уже сдружились, перероднились с английскими видами. То же самое у французов, то есть колониальная система никуда не делась, она приняла другую форму. Ну, например, вообще не знаю, как сейчас, но в 70-е годы, например, в центральном офисе полиции в Калькутте висели все начальники полиции с колониального времени и до освобождения. То есть, знаете, как был, как ответил один журналист на вопрос, один индийц на вопрос американского журналисту, что такое для вас независимость? Он сказал, какая независимость? Независимость это для семьи Ганди. То есть, делалось в виду, наверное, ругание. Да. Вот специалисты в этих структурах говорят, что такие есть. Но наука этим не занимается. В этом, насколько я знаю, этим занимаются в некоторых спецслужбах, но далеко не во всех. Например, халдейскими жрецами, которые оперируют в области Ирака и бывшего Ирака. Больше нет на карте анализованных. И последний вопрос. Последний вопрос касается России. На мой взгляд, если вот эти так называемые вникающие не поймут, что нужно обращать, как бы, посмотреть в сторону народа, обладаться вот этим, удается на этот телефон, то Россия сама может собрать эту красоту. Вы знаете, какая вещь. Ни один господствующий класс никогда не смотрел в зону народа. Как правило, происходило только тогда, когда народ восставал, или когда контрэлита заставляла посмотреть. Вот смотрите, начало 20-го, начало 20-го века. все прекрасно понимали, что вот пороховая почка, она может взорваться, и что элита сделала что-то, сделал столы, который своей реформой приблизил революцию. То есть есть такая штука, я об этом говорил уже несколько раз, есть очень жесткие классовые ограничения восприятия реальности. Понимаете, вот вроде да, вот так, но классовые шоры есть, которые не позволяют решать проблемы. Да, пожалуйста. Андреич, вот о смысле информации, которую вы сегодня привели на нас. Для английских королевы и Иран восток, и Украина восток, и Китай восток. Значит, для того, чтобы сделать Америку вновь великой, надо сделать, как вот люди умные говорят, одну простую вещь, заменить китайские товары в Америке на американские королевы. Соответственно, обрушить и так три авианосные группы у берегов Китая, Северной Кореи и так далее. Вы знаете, вот если китайцы обрушат, американцы обрушат Китай, то товары, которые производят, которые производятся в Китае, да, их можно в Америке заменить, только они будут стоить в 3-4 раза дороже, это резко ударит по карману нижние половины американского общества, и тут же начнется серьезнейшее груза. Вы с вами тоже сказали, руководитель правящий класс, он не думает, я не знаю, никого это не волнует. Вы знаете, вот в этой ситуации придется подумать, потому что им придется ограничивать потребление 50% населения. Это серьезное социальное потрясение, вот на это они точно пойти не могут. Если бы шла о 10-15%, может быть, но здесь ровнет абсолютно все. Вот сейчас ситуация в мире очень интересная вот чем, она такая, то ли пат, то ли цубсванка. Нет полезных ходов практически ни у кого, и все понимают, что эту систему нужно менять. В такой ситуации очень часто происходит вот что. Делается неосторожный шаг, который предполагается должен внести частичные изменения. И вот этот мелкий шаг он ломает всю Атака томогавков на Корею? Атака томогавков на Северную Корею? Вы знаете, Северная Корея, во-первых, это плохой объект. На Либию можно таковать. У Северной Кореи все-таки есть ядер наружу, за Северной Корею и Китай. Кроме того, удар по Северной Корее это автоматический удар Северной Кореи по Южной и по Японии. Так что это японские тоже товары в Америке. Я понимаю, но в данном случае это очень-очень стремно. А если они не меняют я просто прощаюсь, что перебиваю, если они не меняют китайские товары на американские, у них так же происходит обрушение жизни их населения за счет того, что значит в Америке процесс будет значительно более длительным. А элиты всегда выбирают путь, который дает время протянуть. Это знаете, когда было очень интересное недавно интервью Михаила Шемякина, которого выставили в начале 70-х годов из Советского Союза. И вот он рассказывает, как с ним беседовал ГБшный человек, который говорил, ну, вам бы лучше уехать, потому что ваши коллеги отправятся в психушку. А дальше я вам бы сказал очень интересную вещь. Через 10 лет у нас произойдут очень серьезные изменения. И вы тогда понадобитесь. на это пройдет 10 или чуть больше лет. Вы еще будете становиться не старым человеком, поезжайте назад. Очень интересно, чтобы вашей человек знал, что через 10-12 лет будут серьезные изменения, но он говорил вот об этой, о длительности этого срока. Но я понимаю ваш вопрос. он действительно ситуация обоюдоострая. знаете, когда-то бископ сказал, я боюсь, что война начнется на Балканах из-за какой-то глупости. Правда, можно было сказать, что из-за хорошо подготовленной глупости. Вот нечто подобное может произойти и символом, к сожалению. Да, давайте последний вопрос, и на этом мы заканчиваем. Спасибо, возможно, это не вопрос. Опять же, связанные, возможно, отчасти предоставили общество. Вот нам сегодня саждаются определенные идеи национального примирения. Вы уже как-то говорили, что без национального примирения невозможно быть организацией. Что такое сегодня национальное примирение? Потому что это разнообразно стептанские движения и степени. Да, в чем вопрос? Вот это вопрос. Что такое национальное примирение? Я не знаю, что такое национальное примирение. Вообще, когда я говорю национальное примирение, невозможно примирить людей, У которых разница в доходах примерно 40 к 1. Это напрасный труд. Кроме того, когда говорят о национальном примирении, имеются в виду очень неравные по численности группы. Это речь идет о примирении 10% и 90%. Понимаете, если бы было 50 на 50, да, здесь можно было бы подумать о примирении. Но как примирить 10%, которые владеют 90% активов и 90%, которые владеют 10 активами, вот это остается все на уровне разговора. Все, спасибо. Я всем желаю хорошего лета. И встретимся в сентябре или в начале октября. Спасибо.